Давайте всем спишем кредиты. Я против, когда наше правительство списало кредиты. Вот представьте, да, вот мы с вами вдвоем. Я там бездельник, кредиты беру, не плачу, а вы там пашите на второй работе, оплачиваете свои кредиты. И мне списывают кредит. Конечно, вам обидно. И я никаких уроков для себя не выношу. Говорю, а вообще, как-то могу списать. Давай я еще пять кредитов возьму. Сегодня нашим гостем была Куникей Нурлан, финансовый советник. Куникей, что мы с вами сегодня обсудили? Мы с вами обсудили, начиная от моей первой поездки в Японии до всеобщего декларирования налогов, моих целей, советов для физических лиц по финансам, предпринимателей. Я думаю, что было очень много полезного касательно управления личной финансой. Да, то есть Куникей рассказала, почему финансовый декларирование полностью поменяет жизнь предпринимателей, личные и семейные финансы, финансовая грамотность, уроки, уровни финансовой грамотности. Сколько стоит ваша семья на рынке? Как много казахстанцев подписывают брачный договор? Посчитаем прожиточный минимум, проанализируем расходы, поговорим про то, как заставить себя копить, как формировать финансовые цели, а также поговорим про финансовое планирование. Кроме этого, очень важно, как выйти из долговой ямы. Герем рассказала про свой опыт в области финансовой грамотности с предпринимателями. IPO Каспия, закон о блогерах. Рассказала про свои исследования в области финансового поведения физических лиц в Центральной Азии. Ну и рассказала о своей мечте стать президентом Казахстана. Приветствую всех. Очередной эпизод N-Factorial Podcast. N-Factorial Podcast – это канонические разговорные мастер-классы от вдохновляющих мастеров из разных индустрий. Бесменный спонсор – это компания N-Factorial School. Надежный путь к своему невособленному IT-профессии. Наш сегодняшний гость – это Кунике Нурлан, специалист в области финансовой грамотности, финансовый советник, экс-банкир, который работал в КАСПИ, в БТА, в КАСКОМЕ, в Альфа-банке, лектор MBA в КБТУ и Алмаю, ну и человек, кто помогает управлять финансовыми предпринимателями, в том числе. Кунике, добро пожаловать. Ну, первый вопрос. Вот вы зашли сюда, в нашу студию, и первое, что вы спросили, как бы у нас ИП или ТО? Расскажите об этом. Да, сегодняшний утренний разговор мы начали с того, что я спросила, есть ли у вас ИП или БТО, потому что сейчас актуальнейшая тема – это всеобщее декларирование, и с 24 года, с 1 января начинается следующий этап декларирования, где все владельцы ИП, ИТО, а также их супруги обязаны сдавать декларацию. То есть сейчас всеобщее декларирование – это, наверное, на слуху у всех финансовых советников, на слуху у всех экономистов, налоговиков, и должно быть на слуху у всех граждан Республики Казахстан, потому что это не разовая акция. А если позвольте, сейчас расскажу в целом про всеобщее декларирование, что это такое, почему это в Казахстане вообще появилось, зачем это нужно, и почему нужно большинству, там, и вашей аудитории, и многим на это нацелено сейчас изучать этот вопрос. Вообще декларирование само по себе, оно появилось в мире давно. Основной целью было это вывод синевой экономики, и декларировали в основном государственных служащих, чиновников. В Америке это в 20-х годах началось. Даже были митинги американцев, они были против декларирования, говорят, почему я должен говорить, что у меня есть, откуда я заработал деньги. То есть они проходили это в 20-30-х годах, и Казахстан пришел к этому только сейчас. То есть основная цель декларирования была вывод из синевой экономики всех активов и обязательств, которые не облагаются налогами. То есть это госслужащие, которые могли коррупционными схемами где-то иметь свои бизнесы, через свои интересы лоббировать свои интересы бизнеса, и таким образом зарабатывать деньги, и таким образом декларировали. И сама суть декларирования, это declaration, то есть полностью ты показываешь, что у тебя есть имущество, там, от дорогого телефона до дорогих украшений, до крупнорогатого скота и прочих, и плюс еще и супруги. А у нас в Казахстане большинство государственных служащих записывают все же на супруг, на своих родственников. То есть эта практика, в принципе, имеет место быть, да, мы об этом как бы не скрываем. Но в Казахстане еще проблема с тем, что декларация для нас сильно в новинку из-за того, что мы, на самом деле, я как эксперт считаю, что мы не готовы к всеобщему декларированию, но в Казахстане, как вы помните, часто мы резко проводим различные реформы. Например, как мы прошли там на баллонский процесс, да, у нас была пятибалльная система, потом у нас оценки начали, там, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. Но мы резко перешли это. Я помню, когда в университете, я училась тогда в университете, когда это происходило, я училась в Казахстане. Я помню, какой стресс испытал университет, но мы через не могу, вся система наша перешла. Я специалист по МСФО отчетности, это международные стандарты финансовой отчетности. То есть 10-15 лет назад Казахстан тоже начал переходить на эти вот стандарты. И это тоже происходило резко. Общество, бизнес. Я работала в банковской сфере. Это все, например, очень тяжело в транзишн-период проходило. А сейчас, получается, Казахстан это все настолько прошел, что мы уже консультируем, например, есть коллеги мои из Узбекистана, они сейчас проходят этот этап перехода на МСФО. И с одной стороны, может быть, это круто, что мы какие-то реформы без подготовки начинаем вводить в нашу систему, потому что эти реформы нужны. И всеобщее декларируемое в первую очередь влияет на уровень финансовой грамотности населения. То есть Казахстан принял решение декларировать все имущество, активы обязательства граждан своей страны. Вообще декларирование было отменено еще в 2020 году. Оно должно было у нас начаться раньше. Но были проведены исследования, как я знаю из информации, что была фокус-группа, которая, в принципе, показала, что Казахстан еще как бы не готов. И произошли вот пандемии, различные ситуации, поэтому отсрочили. Но на текущий момент декларации этапы у нас уже идут. Конечный этап декларирования будет в 2025 году. То есть с 1 января 2025 года все граждане Республики Казахстан, достигшие совершеннолетия, есть у вас бизнес, нет бизнес, есть у вас актив, нет актив, вы будете обязаны декларацию сдавать. То есть вы прям как... До какого числа? Какой дедлайн? Это получается, дедлайн у них идет до 15 июля ежегодно и до 15 сентября. То есть это есть бумажная хардкопия, можно сдавать, можно электронно сдавать. То есть в Америке это обычно в середине апреля, да, то есть когда все начинают там капошиться, есть... Ну сразу отсюда возникает, наверное, бизнес-идея, да, потому что в Америке вокруг из этого огромная экосистема появляется, да. Есть компания TurboTax, которая помогает вам автоматически декларировать, потому что людям там заполнять все это, да. Есть огромное количество там Fractional CDFO, которые заполняют вам... заполняют декларацию за вас, да. За деньги, да, да. За деньги, да. То есть вот классная бизнес-идея для финансистов, кто, наверное, будут такие услуги очень востребованы. Да, и на самом деле я до того, когда вот первые предпосылки пошли о том, что у нас начнется декларирование, я на самом деле свою бизнес-стратегию выстроила на этом законодательстве, на том, что будет всеобщее декларирование, я начала именно с обучения финансовой грамотности населения, обучающих курсов. Я тогда еще работала в банке, сори, моим высшим работодателем, я тогда параллельно начала именно деятельность по консалтингу, по обучению. Смотрите, вот как вот жизнь поменяется. Хорошо, мы декларируем, это, в принципе, западные страны уже давно есть. Там полностью показываешь имущество, все свои активы, твои, свои супруги. А что мешает тебе записывать имущество не на свою семью, а на братьев, сестер? Ты же их не декларируешь? Смотрите, у нас, это вообще у нас полномасштабные идут реформы. Вы, наверное, слышали о том, что, ой, проверяют сейчас Каспи Голд. Мы просто уже говорим, как Каспи Голд, потому что большинство использует карточка. Совершенно верно. Представим, вот вы в магазину дома, который принимает деньги через Каспи Голд. Это просто такой P2P-перевод, который налогом не облагается. Как это будет происходить в будущем? То есть это идет прямое нарушение. Если вы являетесь предпринимателем, например, у вас есть магазин дома, и вы принимаете на свой личный карточный счет, это нарушение налогового законодательства. Это уклонение от налогов. В связи с этим, почему у нас декларирование и проверка идет. То есть если вы владелец ИП, то комитет государственных доходов имеет право посмотреть ваши личные банковские счета и признать, возможно, часть этих денег как доход. То есть вам придется доказать о том, что это был просто перевод, а не перевод в рамках предпринимательской деятельности. Потому что в противном случае это будет признаваться как доходом. Вы за это будете уплачивать налог и плюс штраф из-за того, что вы его там не отразили в своей отчетности. То есть на Каспи Голд принимать оплату за товары и услуги категорически нельзя. Можно только в том случае, если ваш бухгалтер потом там автопати возьмет это, пропишет свои, признает как доход вашей отчетности. То есть гражданам сейчас нужно быть осторожным с этим, потому что переводы все будут налоговые проверяться. И потом смотрите. Какого периода? Вообще у нас проверка вот на самом деле началась сейчас, да. То есть были еще указы и Министерства финансов о том, что все владельцы ИП, у кого есть ИП и у кого есть счета, банки второго уровня предоставляют информацию. То есть на самом деле у государственных органов эти данные уже давно есть. Но вот как этапы декларирования идут в 2024 году, когда все ИПшники, ТОшники, их супруги будут сдавать, их банковские счета тоже будут проверяться. Смотрите, проблема, нюанс декларирования в чем? Вот вы, например, 1 января наступила, да. У вас есть ТОшка, у вас есть супруга, у вас есть машина, недвижимость и так далее и прочее. Вы заполнили декларацию, эта форма называется 250, форма 250, она будет скоро в тренде и на слуху, да. И вы там, например, заполняете, что у вас есть имущество, скажем, там дом, могут драгоценности, роликсы, кортье и прочие вещи. И вы потом довольно уходите. Потом будет конечная, закрывающая декларация, и комитет госзаходов будет смотреть изменения. Если вдруг у вас, например, смотрите, вы в отчетности показываете, что у вас там активов на 50 миллионов, будет задаваться вопрос, а на какие деньги ты этот актив приобрел? Или там вы как индивидуальный предприниматель показываете свои отчетности о том, что у вас всего лишь прибыли там 5 тысяч тенге, а в вашем Каспи Голде 100 миллионов транзакций происходит. И 100 разным людям. И задается вопрос. У тебя в декларации такое имущество. В декларации указывают, что у тебя бизнес приносит всего лишь 5 тысяч тенге, а в твоем карточке там Холлэк, Каспи, вот какой банк, везде у тебя транзакции там свыше 100 миллионов тенге. Все. А другой критерий. Далоговый комитет, например, берет во внимание людей, у которых там 100 P2P транзакций в день. Да. Это же странно, да? Да. То есть это, скорее всего, ну, видимо, предприниматель кто-то деньги зарабатывает. Критерий уже был озвучен комитетом госзаходов, и это критерий как раз вот 100 человек. Если 100 разных людей в месяц, да, если это превышает, то ты сразу же автоматом… То есть это, конечно, налоговики не делают вручную, да, там есть алгоритмы, это уже там технологии, поэтому по этим признакам могут вылавливать эти транзакции. Но это всего лишь начальный этап. То есть дальше будет как бы все сложнее, и уже сейчас есть прецеденты, где мы с клиентами уже был запрос от налоговой объяснить, почему у вас в 2020 году, хотя Тухаев говорил о том, что у нас моратория на камеральный контроль. Камеральный контроль – это когда проверка проходит, да, до малого-среднего бизнеса. ИП у нас относится, ну, как бы это не крупный бизнес, и у нас уже был прецедент, где звали в налоговую, мы объясняли, почему транзакции на Каспегалде у моего клиента там большие суммы, а ИПшки показывают такую-то сумму. То есть проверка точно идёт. Это ещё учитывая того, что портфель моих клиентов небольшой. То есть если в моём, в рамках моего портфеля процент проверок и таких кейсов было, это говорит о том, что проверка на самом деле в масштабе проводится. Ну, я тут, наверное, добавлю, что всё-таки у нас в стране одна из самых низких налогов, да, поэтому предприниматели, наверное, с одной стороны, наверное, они вот слушают про эту новость и, возможно, горюют, но, наверное, здесь надо вспомнить хорошую часть, потому что в других странах, там, США, Европа, там сумасшедшие налоги, поэтому, когда вот у нас часто люди в комментариях пишут, я вот этот не очень помню, комментарии такие очень обывательские, а это вот наши налоги строят там асфальт, дорогу, нет, у нас налоги очень низкие, это строят на деньги, которые заработали на нефть и газе, да, в основном. Национальный фонд, да. Национальный фонд, да, то есть налоги у нас, ну, это очень маленькая часть бюджета, да, то есть, как бы, к сожалению, может быть. Да, но вот в рамках фискальной политики, именно налоговой политики, я стараюсь слушателям и студентам и своим подписчикам тоже говорить о том, что, да, ребята, вы платите транспортный налог, какая-то часть госбюджета будет уходить там на дороге, вы должны это понимать, вы должны свою гражданскую позицию, там, ответственность проявлять и спрашивать, вот там, хочу посмотреть отчетность, куда вообще налоги, например, там, Бостон-Дыхского района ушло. То есть это тоже с позиции, там, как раз ответственности и, конечно же, понимания, там, уровня финансовой грамотности населения. И вот хочу дать пару советов про всеобщее декларирование, чтобы люди не пугались и вообще, что нужно сейчас делать, я вообще об этом, например, не знаю, да, если у вас возникает такой вопрос. Первоочередно, конечно же, очень большое количество информации у нас есть в официальных источниках, это вот на сайтах налогового комитета, я совместно тоже буду проводить эфиры с налоговым комитетом, нужно подписаться к официальным там экспертам, представителям и полностью информацию-то изучить о том, что это какие этапы декларирования есть. В этом году у нас этап декларирования, это госслужащие и квази-госслужащие. В следующем году это и ПТО их супруги, а в 25-м году все граждане Республики Казахстан. Как заполнить эту форму, что туда нужно писать? Очень много есть в Ютубе материалов именно от комитета, то есть, пожалуйста, здесь нужно быть осторожным, потому что сейчас же, как сказать, века рассвета инфо-цыганства, да, есть разные эксперты, которые могут быть не быть экспертами, да, которые продают там курсы, вебинары, там, как сдать декларацию, как уклониться и так далее. Но в первую очередную я бы хотела посоветовать обратиться к финансовому консультанту, потому что как раз этот год, как вы его закроете, можно там все на вас открыты ТОшки и ПЭшки, где-то вы учредителям все это проверить, закрыть, привести в порядок, чтобы в 24-й год зайти нормально, с пониманием. Но глубинная причина здесь того, что почему будет очень много проблем у населения, это отсутствие финансовой грамотности. Потому что декларация как раз про финансовый грамотность, про знание своих активов, обязательств и вообще про капитал денежный, который у тебя есть. И без разбора своего личного семейного бюджета ты не можешь вступить в этот новый этап, когда будешь декларировать, а декларирование у нас будет теперь, ну, в течение 50 лет однозначно будет теперь всегда. Вы смотрите все зарубежные фильмы развитых стран, где они чеки собирают, теперь вам тоже нужно будет собирать эти чеки, потому что если у вас, например, есть роликс, то есть если, например, у вас есть роликс, там, кортье, да, предметы русских, кстати, талант ауэр, да, кажется, в Астане, все вот эти Тиффани и прочие организации сдают по требованию отчётность, где, например, там, Арман, там, купил, там, 15 брендовых вещей, когда, на какую сумму, почему, то есть вся эта отчётность, она может предоставиться по требованию полномочного органа. И чек нужен для того, чтобы доказать, что это недоход, что, может быть, например, я оказала вам услугу, а вы такой, говорит, ой, давай не будем транзакцию проводить, я, например, хочу там читингом заняться, говорю, Арман, давайте вы не будете мне платить за мой консалтинг, подарите мне вот кортье, я там хотела вот это, там, не знаю, за 3 миллиона, ну вот аудит я вам проведу в вашей компании, и вы мне дарите кортье, например, да. Но, по сути, вы же всё равно… Вы дарите мне услуги, а я дарю вам картину. Да, например, да, и я не плачу налоги. Замечательно, очень-очень щедрое общество. Да, да, вот, и тут мне нужно именно чек, что это действительно подарок, то есть там какие-то нюансы будут всё равно проверяться, да, то есть, и теперь, наверное, у нас будет в обществе привычка, когда ты даришь там крупные подарки, чек прикладывать. Что это подарок. Да, что это подарок. По-настоящему подарок. Да, по-настоящему подарок. Не за услугой. Иначе я должна буду платить 10% от стоимости этого кортье налога. Давайте, вот вы упомянули финансовую грамотность, поговорим про неё и начнём с уровней финансовой грамотности. Какие есть ещё уровни, что такое белый пояс, что такое чёрный пояс? Да. Вообще, я сама по образованию являюсь бухгалтером, магистратура у меня финансы и докторантура у меня тоже в области финансов. И как любой там человек с учёт аудита, для меня очень важна именно статистика, именно данные, да, показатели клиента, показатели человека. И я начала делать исследования в области именно финансовой грамотности, финансового поведения. И для себя вот в рамках своего консалтинга, в рамках своих исследований выявила пять вопросов, которые определяют уровень финансовой грамотности человека. То есть я сейчас буду их задавать, вы можете тоже отвечать, и все ваши подписчики тоже могут для себя определить свой уровень финансовой грамотности. На вопросы нужно отвечать да или нет. То есть да – это один балл, нет – это ноль балла. Мы с вами не договаривались, давайте попробуем Знаете ли вы, сколько зарабатываете в месяц, да, или нет? Знаете ли вы, сколько тратите в месяц? Да Знаете ли вы свою самую большую статью расходов? Да Есть ли у вас накопление? Да Есть ли у вас дополнительный источник дохода? Дополнительный То есть, например, вы преподаватель, да, но у вас есть дополнительный источник дохода, вы там печёте пирог или там Если на все вопросы вы ответили да, у вас хороший базовый уровень финансовой грамотности. То есть это вот полностью, то есть вам не нужен там курс финансовой грамотности, базовый, который вы можете перейти на продвинутый уровень и начать уже думать про инвестиции, начать думать про там приумножение своего капитала, и это вот хороший уровень финансовой грамотности. Если у вас, например, баллы идут 1-2, то это низкий уровень финансовой грамотности, средний уровень и там высокий уровень финансовой грамотности. Я это определяю, делаю эту оценку для того, чтобы подобрать там там, обучающий материал или же консалтинг для своего клиента, там, физического лица, да, то есть как только я понимаю, что человек, например, на втором вопросе уже говорит «нет», то есть это расходы, да, то есть это все уже автоматически человек считается финансово безграмотным, потому что, ну, у нас даже есть люди, которые не знают, сколько зарабатывают в месяц, это чаще всего фрилансеры, это мастеры маникюра, там, может быть, массажисты, которые там каждый день берут деньги, и они тоже не считают, сколько они вообще зарабатывают в месяц, То есть понимание своих финансов, сколько ты тратишь, сколько зарабатываешь, это и определяет твой уровень финансовой грамотности. А сама по себе финансовая грамотность это совокупность навыков для принятия эффективных финансовых решений. То есть вообще постул от моей школы финансовая грамотность гласит так, что навыки управления финансами ценнее, чем наличие денег. Потому что, Арман, я вам могу сейчас принести 50 миллионов тенге, и вашему оператору-продюсеру могу принести 50 миллионов тенге и понаблюдать. В течение месяца вы придёте разному результату, хотя сумма денег одна. То есть вы можете их потратить, переумножить, или наоборот испугаться, говорить, а почему мне куникея принесла, она мне никаких вводных данных не дала, и вы просто вернётесь с этими 50 миллионов тенге с учётом инфляции и прочего, это уже по стоимости будет. Очень много же таких историй, вот я недавно про это читал, там в Англии, по-моему, слесарь выиграл лотерею, там, по-моему, огромную сумму, 50 миллионов фунтов, и 10 лет невероятно жил в Вегас каждые выходные, через 10 лет опять вернулся в своё положение, даже хуже стал жить, это вот как раз таки об этом. То есть это совершенно вы правы, да, действительно, это вообще не, наверное, больше способ мышления, чем количество денег на националовском счёту. Да, и вот когда ко мне тоже на обучение на консалтинг приходят, люди начинают говорить цифрами, я хочу 50 миллионов зарабатывать и так далее, я говорю, стоп, мы сейчас не про деньги, мы должны понять вообще в целом про ваше финансовое поведение, про ваши базовые навыки, которые есть, потому что вы должны уметь заработать эти 50 миллионов, даже если у вас все активы всё уберу. Вот тоже вот знаменитые всякие кейсы, жизнь, когда там обанкротился, хотя обанкротился специально из-за избежения налогов, кейсы, которые мы знаем, но и бывает, когда ты полностью всего лишаешься, но этот человек может с нуля капитал заново сделать. Это как раз про навыки, это как раз про финграмотность. И финграмотность, она не имеет территориальных, там, национальных, там, каких-то других статусов. Если ты финансово грамотан в Казахстане, ты будешь финансово грамотан и в Японии, и во Франции, и там, в США, да, то есть это как раз про навык, который на всю жизнь, это базовое. И тут, знаете, ещё, что очень такое меня сильно возмущало, я вот почему сказала, что у меня там специальности учёт аудит, финансы, я прошла все вот эти этапы, докторантуру училась. То есть ни в одном из этих моих, там, программ обучения у финансистов, у специальности экономического направления нету дисциплины управления личными финансами. У меня есть клиенты, это вот, там, зампред банка, может быть, там, начальник управления банка, они тоже обращаются по личным финансам. У нас, то есть это не означает, что если ты работаешь в финансовой сфере, что ты финансово грамотен. У нас даже специалистам в области финансов нету дисциплины, вот Алмаю, слава богу, ввёл дисциплину управления личными финансами, и то, кажется, на уровне MBA, это был мой авторский курс, я веду модуль управления личными финансами для предпринимателей в рамках MBA Алмаю. Но у бакалавра, у магистранта, есть он или нет, и вообще МОНРК это вводил или нет, тоже большой вопрос. А я уже не говорю про школы. Давайте приглянем про семейный капитал, сколько стоит ваша семья на рынке, вот как это посчитать правильно? Это вот основные модули, этапы формирования финансов грамотен, то есть мы в первую очередь определяем уровень своих финансов грамотен. Хорошо, я понимаю, что там у меня низкий уровень финансов грамотен и возникает вопрос, что мне дальше делать? Есть несколько этапов, которым должно физическое лицо пройти. Первое – это оценка капитала, то есть спросить, сколько ты стоишь на рынке в денежном выражении, или там сколько твоя семья стоит. Это про то, что ты должен посчитать свои активы и обязательства. Активы – это всё, что имеет там рыночную цену и может приносить доход, да, то есть часы, они у меня имеют рыночную стоимость. Я могу на OLX, на активном рынке, да, то есть активный рынок – это где есть там предложение, там товароотношения, да, то я могу этот гарминный продать и получить за них деньги, то есть этот актив имеет рыночную стоимость. Мой инстаграм-аккаунт – это не материальный актив, я не могу его пощупать, да, но у него тоже есть стоимость, да, это мой актив. И мы должны посчитать все ваши активы, но здесь есть такое, как порог существенности, то есть для кого-то 1000 тенге – это деньги, а для кого-то 10 тысяч тенге, он говорит, ну, я не хочу считать всё, что там 10 тысяч тенге, этот стол, там, это всё имущество, хотя это имущество вы должны считать, да. То есть вы делаете перечень всех ваших активов, если вы, например, не женаты, не замужем, то своего личных, там, личных своих имущества, а если вы семья, то муж с женой вы должны вместе сесть, как раз здесь затрону про взаимоотношения муж с женой, потом по финансам, и прописать все свои активы, и прям прописать рыночную стоимость, зайти в OLX, на крышики Z, колёса и прочие активные рынки и присвоить рыночную стоимость и посчитать вообще в тотале, сколько у вас активов есть. Это может быть 20 миллионов, 50 миллионов. И здесь мы ещё считаем нематериальный актив, то есть если у вас есть диплом финансиста, на рынке вы себя можете, свой мозг там, свои навыки продать, скажем, там, в месяц, там, за 500 тысяч тенге, 500 тысяч умножаете на 12, и у вас будет годовая ваша стоимость ваших навыков. Это мы одну часть посчитали. Вторая – это обязательства, то есть все ваши кредиты, рассрочка долги третьим лицам, то есть и, конечно же, ещё и обязательства по тому, чтобы to make a living, да, существовать, все ваши расходы по вашему проживанию, его тоже в годовом выражении умножаем на 12 и выводим все ваши обязательства. Если активы, например, 50 миллионов, обязательства 70 миллионов, ваш капитал отрицательный, 70 минус 50 – это минус 20. При отрицательном капитале вы должны, конечно, ну, то есть здесь уже сразу формируется финансовый план по тому, как привести в порядок все ваши обязательства, значит, у вас долги превышают. Почему я делаю оценку капитала? Когда я говорю, если у тебя минусовой, вот если ты на рынке стоишь минус 20 миллионов тенге, я тебе даю финансовый шапалах. Я говорю о том, что теперь твоя задача – привести в положительный капитал. Ты сейчас не можешь думать про инвестиции, про какие-то другие вещи, ты сейчас должен привести… Да, до нуля нужно найти, да? Да, выровнять свой капитал. А почему оценка капитала стоит первым этапом в повышении уровня финансовой грамотности? Потому что при форс-мажор… Ну, вообще, все финансисты, если вы заметили, мы скептики, мы смотрим наихудший сценарий, риск-менеджмент – наш лучший друг, то есть мы в первую очередь проигрываем наихудший сценарий. То есть если вдруг произойдет так, что вы там потеряете ваши постоянные доходы, если случится потеря кормильца, достаточно ли ваших активов, чтобы покрыть ваши обязательства? Как раз вот это 50 может ли покрыть 70 миллионов, да? То есть мы в этом ключе проигрываем наихудший сценарий для того, чтобы получить этот шапалах и понять, ребят, вам нужно сейчас подумать, что если у вас отрицательный капитал, и быстро взяться за то, чтобы привести на положительный капитал, а потом уже делать финансовый план, что каждый год я хочу, чтобы мой капитал рос. И вот здесь очень важный момент, который меня столкнулось среди своего консалтинга, обучающих – это проблема наших семей. Вообще в терминологии мы называем это домашнее хозяйство, households, да, то есть личный там бюджет, семейный бюджет, статистики нет. И как раз я рада, что декларирование началось, что у меня появится дата, которой я могу потом заниматься, да, то есть получится какая-то статистика, чтобы понять вообще, как наши households, в каком состоянии, да. И здесь проблема в чём? Ко мне может приходить на консультацию отдельно муж, отдельно жена. Вместе очень редко. То есть только там 25+, более-таки осознанные современные казахстанцы, которые вот как раз слушают подкасты, в Инстаграме сидят, они могут… Есть классные ребята, которые приходят мне до брака. Они говорят, мы хотим пожениться, там, кутики, давайте там, вы нас проконсультируйте, как нам вообще роли поделить. Принап не подписывают у нас? Как? Ну вот есть такая вещь, очень популярна в Западном мире, когда подписывают до… Брачный договор? Брачный договор до, до, до… Да, у нас есть случаи, но из-за того, что… Понимаешь, это очень неромантично, но Илон Маск это делает каждый раз. Вообще, да, у нас брачный договор есть, форма, но… Они, кстати, вот, я, кстати, вот читаю сейчас его биографию, вот Райзиксон, он, оказывается, когда вот женился на своей первой жене, они, у них была свадьба на Кубе, по-моему, или на Багамах, да, на острове, по-моему, на Багамах это было, и вот они поругались в день свадьбы из-за того, что он завтра до этого ему юристы дали брачный договор, и он ездил по городу, объяснял, почему ей нужно это подписать. Да, ну, сори. Да, но на самом деле брачный договор у нас… Ко мне приходят, когда уже предприниматели, вот вы, наверное, знаете, у нас громко там свадьбы проходят, да, там известных лиц, они, да, мы консалтинг у нас проходят совместно с нашим юристом, потому что брачный контракт, там есть различные нюансы, ты когда заходишь у нас там по нашему кодексу, да, семейному кодексу по законодательству, там то, что имущество делится, это круто, когда партнёры, ну, то есть семейная пара заранее обговаривает какие-то нюансы, как мы там и в случае там разведёмся, то есть они уже проигрывают на их сценарий, но мы живём в патриархальном обществе, это раз, ну, то есть по статистике, мы всё-таки восточная страна, да, и в большинстве случаев этот пункт, они… Я задаю, кстати, мы когда приходят на консалтинг, мы заключаем NDA, я сразу же им говорю про возможность брачного контракта, и в большинстве случаев по моих клиентам они отказываются, только предприниматели этот вопрос рассматривают. Но это опять же маленький процент, плохо то, что они приходят после, и начинается трение. Были даже случаи, когда у меня конфликт прямо на консультации, муж с женой начинает… Это вот… Я иногда даже задумываюсь, говорю, боже, мне нужно с психологом ходить, потому что есть ещё следующая проблема. Есть, например, семьи, которые там молодые, есть семьи, которые живут 10-15 лет, есть семьи, которые живут там 25-30 лет, есть семьи, в которых есть вторые жёны. Кстати, вот в декларации это тоже как бы нюансы, все могут вылезти. То есть это регион, в котором я работаю, я не могу исключить такие варианты, то есть этот кейс, к сожалению, есть. И мы как консультанты, у нас тоже есть варианты, как с этим, например, работать, да, потому что человек обращается и говорит, вот у меня есть официальная жена, есть несколько неофициальных жен, давайте сделаем финансовый план и определим там риски в случае каких-то исходов. Да, так и бывает. И что я хотела сейчас вот тоже совет дать. Если вы муж с женой, сразу вам вот первый такой совет, вы должны определить финансовый день. То есть вы должны… Раз в месяц. Раз в месяц. Но я знаю, вот я же изучаю поведение людей, у нас люди хотят либо резко внести все инструменты, а потом вот это как, хочешь похудеть, начинают ничего кушать, а потом киевси сидит, кушает в выходные, да. То есть поэтому я говорю, пожалуйста, хотя бы там раз в два месяца начните, раз в квартал там. И этот финансовый день вы должны не делать так, что… Вот я даже когда опрос делала, у людей, когда говоришь про финансы, они даже физически начинают от меня отходить, там закрываться. Есть даже клиенты, которые видят меня издалека, я прям вижу, как он увлекает, потому что… Я не знаю вас. Да, потому что финансы вызывают негативные эмоции, даже на физическом уровне у большинства наших жителей Центральной Азии, постсоветских стран. Ну, это, в принципе, нормально, это вот мы в рамках этого тоже исследования проводим. И здесь, получается, нужно финансовый день сделать таким приятным. То есть вы покупаете вкусняшки, или вы с женой там можете… На чабулак едете, например. Да, там, давай мы с тобой съездим там в Аюсай в коворкинг, да. И она будет это… И вы тоже будете ждать, что вау, классно, мы сейчас ночили, на расслабоне, сядем в ноутбуке, сделаем финансовый план, помечтайте о том, что вы хотите там свой капитал расти, вот на каждого ребёнка там открыть хотя бы депозит, какой-то финансовый план сделать, посчитать, слушай, мы вот месяц, мы там сколько-то потратили, нам надо… То есть это нужно с точки зрения позитивных эмоций. Вообще к этому я пришла только недавно, потому что я раньше вот как типичный финансист, вот вам таблица, делайте и так далее, да. Кушайте брокколи каждый день. Да, а потом я поняла, что это не работает. Вот, то есть я там могу кучу инструментов. Вот у меня есть очень много коллег, и в принципе у вас тоже в предыдущих тоже подкастах были, да, и мы вот думаем, а почему нету, вот я же смотрю статистику доходимости обучения, курсов, и когда консалтинг провожу, сколько он возвращается, не возвращается, это как постсейл-сервис, спрашиваешь, ты вообще что-то делаешь? Большой процент говорит нет, доходимость была низкая, вот я когда там обучающие курсы делала, и только аналитика мне позволила поменять своё мышление, пригласить психолога, почитать поведенческую часть человека, да, и почитать вообще менталитет, факторы, которые повлияли на то, что человек принимает такое финансовое решение, да, и только и через исследование, вот спасибо большое вообще PHD, которое в моей жизни появилось, которое мне открыло глаза о том, что ты не можешь тупо своими табличками идти, ты должна делать исследование, понимать, что влияет, а потом уже влиять на эту причину, и только после этого у меня был классный результат. Вот смотрите, вот расскажу вообще, как вот началось к тому, что я вот открыл для себя, что исследование нужно было. Я закончила университет, ну я вообще закончила колледж, он, кстати, раньше был при Минфине, я считаю, что базу мне заложил этот колледж в Симпалатинске, многие, кто Семска знает, оно немножко такого казарменного типа, как сказать, очень жёсткий колледж. Я умею стрелять, сдавать нормативы, там за косяки... Оттягиваться? За косяки там мыли полы, могли там даже бить, ну то есть это было сейчас немножко осознанно, понимаем, да, что там абьюз был и так далее. Потом я училась в университете и поступила в магистратуру Нархоз. В магистратуру я поступила, потому что, вот честно скажу, думаю, вау, классная стипендия, круто же, я ещё работаю, ещё степюху получаю, ещё с людьми общаюсь, вообще классно, то есть у меня не было намерения на то, что, тим, вау, я там буду заниматься исследованием и ещё что-то. Хотя я выбрала магистратуру научно-педагическое направление. Я собиралась по магистратуре поступать в Венский университет, но я встретила мужа, ну вот классическая история, я не поехала, я рада, что я не поехала. Вот, я магистратуру в Нархозе закончила, и потом следующий говорит, а стипендия в докторантуре там вообще бы свыше 100 тысяч. Я такая, вау, я ещё найманка, я говорю, ой, круто, я ещё в докторантуру поступлю, я на грант везде там хорошо поступал, у меня IELTS высокий, это автоматический 100 баллов. Я поступила в Нархоз докторантуру немножко с такими намерениями. Но у нас была стажировка в Сеул, у докторантов есть два раза стажировка, я встретилась там профессорско-преподавательским составом, у нас прям полмесяца мы в Теджоне учились, и нам объясняли про методы исследований, кто такие вообще исследователи. В Кайсте, да, получается? Нет, название университета забыла, в Теджоне. В Теджоне, а, ну ладно. Да, ну вот, и мы, нас полностью вот полмесяца рассказывали вообще, что такое исследователи, потому что после докторантура ты же занимаешься наукой. Я так вдохновилась, я поняла, зачем нужно PHD, я поняла, что это не просто корочка, я поняла, что моя тема мне вообще не нужна, что мне её научный комитет, извините, пожалуйста, департамент докторантуры Нархоза, но мне навязали эту тему, у меня тема была Merger and Acquisition of Commercial Bank, ну какой импакт, о чём вообще? У нас всё закрыта информация, когда Merger Acquisition, у нас что, открыто проходит слияние поглощения, у нас даже открытых заседаний нету по покупке-продаже, ну то есть это вообще, все банки, в которых я работала, сейчас не существует, и моя магистрская диссертация, вот, БТА, Коском, Альфа, Азия Кредит Банк, этих банков сейчас не существует на финансовом рынке, то есть это цикл жизни этих банков, очень короткий, да, то есть что-то исследовать в финансовом секторе, это было бы вообще ни о чём, это не вдохновляло, и после поездки у меня вот щёлкнуло, я говорю, я же занимаюсь консалтингом, у меня огромная, ну, дата, у меня столько аналитики, я прохожу, я использую методы, могу использовать методы исследования, как кейс-стадии, эксперименты, и это же круто, и вот, бывает же, там принцип Паретта, там очень много исследований, которые выдвигают метод, и у меня появилась амбициозная мысль, выдвинуть метод Куникей. В чём это заключается? Как раз в метод Куникей позволяет поменять финансовое поведение человека, нацелено на стран, там, постсоветского союза, и это исследование должно дать инструменты, которые полностью поменяют финансовое поведение человека, и его капитал сделает его положительным, и дальше, конечно, импакт идёт на общество, то есть если у тебя есть деньги, ты умеешь управлять своим бюджетом, ты будешь счастливым, ты не пойдёшь заниматься криминалом, у тебя не будет, меньше будет бракоразводных процессов, потому что как раз финансовая часть очень сильно коррелирует с остальными сферами жизни человека, и тут как бы большой social impact. Я этим вдохновилась, вернулась в Казахстан, потом я ездила тоже в Польшу, там мы тоже на конференции исследуем, я поняла, что PHD это круто, я сказала, что я не буду, у нас, кстати, PHD всегда говорят, вот ты три года учился, всё это в течение двух лет делай диссертацию, а профессоры за границей говорят, диссертацию можно делать 10 лет, ты должна это любить, ты должна этим жить, вся твоя там даже карьера, то есть я такой классный получила себе инсайт, что у нас немножко научный мир по-другому настроен, да, потому что у нас же, кстати, если получается степень, ну доктора экономических наук, например, или просто доктор, то ещё и на отбавках зарплате, и у многих как бы есть такая вот цель, да, а я хочу быть именно исследователем, и такая вот амбициозная цель метода Куникея. И в рамках исследования я сейчас хочу открыть лабо, то есть она у нас открыта, но мы будем делать различные эксперименты, что это такое? То есть по Казахстану или там по Кыргызстану, по Узбекистану мы будем брать фокус-групп, например, если вы согласитесь, вы там, да, вы, или там семья таксиста, семья там госслужащего, человек там с села Шаульдер, там девушка с симпалатинской, то есть абсолютно разные группы людей, и мы будем делать так. В течение года мы будем внедрять консалтинг, например, да, то есть и будем различные инструменты, то есть консультировать, вести его по личным финансам. Кого-то будем не вести, а кому-то будем давать, например, там 100 долларов, либо 100 тысяч тенге, создавать определенные, ну то есть как у любого эксперимента, у нас есть там целый план и стратегия. Раньше я думала, что эксперименты я проведу за один месяц, но исследования показали, что за один месяц у человека не меняется поведение. Меняется поведение минимум за два года. Этому еще вот как подтверждение Каспи. Сейчас если отключат приложение Каспи, у нас полстраны встанет, ты не оплатишь за такси, не оплатишь услугу там или что-то еще, ты просто заблокируешься, люди уже эти карточки не носят, QR, 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 да, это как раз про то, что поменял целое поведение. То есть когда я сказала о том, что я хочу вести в области этого исследования, мне сказали, твоей жизни не хватит, тебе вот сейчас 30 с чем-то лет, это не работает, потому что поведение жителей Центральной Азии не меняется в короткий срок. Но есть как раз прецедент Каспи, который показал, что можно поменять целую нацию и… Если сделать удобный сервис. Да, удобный сервис, и сервис меняет поведение людей. Ты уже заказываешь онлайн-продукты через там билеты, хотя это может быть, например, невыгодно, да, то есть ты уже в привычку вводишь в повседневную, и вообще, конечно, круто было бы, чтобы Каспи еще аналитику делал по доходам и расходам, но я решила этот функционал взять себе, и сейчас вот работаем как раз финтеком над тем, что будет application, который будет считать ваши доходы-расходы, но у нас по законодательству интеграция с банками запрещена. Но у нас сейчас делается подготовка к закону, где open bank, то есть вот эти опишки, кажется, называются, да, будет открыто, и ты можешь интегрироваться, например, с Каспи, и таким образом там приложение может давать тебе аналитику. Такой будет казахстанский mint.com, да, то есть аналитика ваших расходов. Я прямо насчет этого сейчас очень сильно работаю, то есть мои исследования, моя практическая деятельность, консалтинг, можно сказать, даже как финтек, вот этот стартап, все это в рамках одной стратегии, как раз вот про метод Куники, про смену изменения поведения жителей не только Казахстана и постсоветских стран, потому что у нас у всех одинаковые есть факторы, да. И вот касательно инструментов, да, это первые инструменты, это, конечно же, инструменты в части там повышения финграмотности, это инструменты обучения, но обучение в формате, может быть, геймификации, в формате креативного контента. Потому что если вот я даже сейчас, например, скучно буду говорить 1 января, там, декларация, тра-та-та, люди уже на слове декларация, все, они вот пролистали. И здесь как раз исследование делается на то, что ты должен адаптироваться под тренды, под правила игры, которые происходят сейчас, и таким образом вводить эти инструменты и потом оценивать эти результаты. Вот вы говорили про финансовый день. Какие у вас есть рекомендации, как провести его вот в таком очень позитивном ключе? Например, представим, что мы как семья тратим слишком много на какое-то там, на что-то, да. И как эту новость, и это не позволяет нам достичь какой-то финансовой цели нашей, да, ну, например, да. Как вот эту новость, скажем так, упаковать, чтобы это не было негативно, а чтобы день прошел там в позитивном ключе, и это же, если это будет в таком ключе типа императивном, вот, там, ты тратишь слишком много на вот это, да, то из-за этого мы не можем сделать вот это. Да, и начинают ругаться, да. Конечно, начинается все очень плохо, да. То есть какие у вас рекомендации вот именно на примере, на конкретном примере, если показать? Примеры, как уменьшить там. В первый финансовый день нужно провести с финансовым консультантом. Когда есть третье лицо, оно всегда лучше проходит. И чаще всего, когда я вот говорю ребятам, вот вам совет провести финансовый день, семья потом приходит ко мне, и мы вместе проводим там в кофейне, либо в моих там, в моем офисе, где обсуждаем, и где я с точки зрения эксперта говорю, что, ребят, вы здесь много потратили, это круто, что вы узнали сейчас. Это круто, что вот, то есть принцип, когда вот что-то случается, всегда же мы говорим, блин, классно, что это случилось сейчас, или там, не дай бог, там вот, я тоже занималась видеопродакшеном, там у меня могла там стереться всё, да? Я говорю, блин, классно, что это случилось сейчас, а не когда я там съёмку свадьбы проводила, да? То есть ты для себя делаешь такой параллель, что классно, что я сейчас узнала. Я им всегда говорю, вот, например, горы Алматы. Я вам дам рюкзак, и вы просто вдвоём пойдёте, а в этом рюкзаке может быть ничего не быть. Вы в горах умрёте. Лучше знать, что у тебя в рюкзаке. Поэтому я говорю, мы когда идём в гору по преумножению капитала, вот эти все данные, то, что мы увидели, это круто, ребят. Мы теперь знаем, что ты, оказывается, тратишь много на бургеры, или там, ты делаешь беспорядочный шоппинг. И я говорю, как это решить? Например, жена постоянно берёт, делает импульсивный шоппинг, да? Здесь, кстати, есть ещё и психологические факторы, но я не компетентная в этой области, и, конечно, там уже надо с психологом работать. Но я могу так сказать. Ребят, есть классное решение, которое я применяла на себе. У меня тоже есть такое, когда вот грустно, или ещё что-то, пойти пошопиться, или увидела акцию, там, две вещи берёшь, третья бесплатная, и ты такой, вау, импульсивные покупки. Я себе делаю такие методы. Вот даю себе 24 часа, вот прям остановись, Герим, там, не бери ничего, подумай, и на следующий день говорю, блин, это мне кофта вообще даже не нужна. Но не всегда же так происходит, нужна сила воли, чтобы тебя остановить. Я решила так, нанять стилиста. Экономически оказалось супервыгодно, я снизила свои расходы на 60%, на 60%. Почему? Стилист приходит, да, он дорогой, я вначале думаю, боже мой, 70 тысяч тенге отдать за стилиста, а я смотрю свои расходы, а ты сколько потратила на футболке, которые с биркой висят. И стилист тоже использует как метод вот финграмотности. Мы выписываем все мои вещи, новые, старые, там, то, что на тряпке, то, что можно там благотворительность сделать, то, что можно продать. То есть она тоже проводит инвентаризацию твоих активов, вещей. И из этих вещей мы убираем, я ещё и реализовала, отдала в благотворительность, да, из этих вещей формируются капсулы и говорят, что не хватает. И стилист тебе прям в PDF-формате, фото, то есть, знаете, классно, вот я, например, иду на подкаст, да, и у меня есть… Готовый лук уже есть. Да, PDF. То есть, ну, мне, конечно же, пиарщики поработали насчёт того, что есть определённые места, куда там, например, к блогерам я вхожу вся в брендах. Почему? Раньше я думала… Потому что они в брендах. Потому что вот я, естественно, всегда против шерсти шла. А есть же правила игры. Вот. И, ну, то есть, там, пиарщики, мы это долго прорабатывали, то есть, это бренды, это как, типа, социальный лифт и так далее и прочее. То есть, ты идёшь в определённый круг, то есть, понимать. В налоговый комитет я же не пойду, там, в джинсах. Да. Я иду как вот этот… Белый верх, там, чёрный низ, то есть, официально, то есть. В КБТУ тоже определённые луки. То есть, стилист тебе ещё под твой образ жизни подбирает. И у меня снизились расходы. То есть, и раньше мы думали, что, вау, это много денег. И со стилистом ты прорабатываешь, я тут прям прогрела на стилистов, прорабатываешь целый сезон, и он уже знает. И когда я что-то хочу купить, я фотографирую, ему отправляю. Как часто ты встречаешься с стилистом? Я встречаюсь в год два-три раза. Сейчас уже почаще, потому что я публичная личность, меня готовят к съёмке, то есть, какие-то нюансы бывают. И вот это было снижение расходов. Я когда это предложила, вот муж с женой прям сидели, и муж понял, почему он может позволить себе, продать или дать сумму денег на то, чтобы привлечь стилиста. И таким образом ты предлагаешь различные инструменты. Если ты, например, видишь, что ребёнка постоянно в торговые центры отправляете на различные закрытых помещениях по три-четыре часа. То есть финансисты, на самом деле, как следователи, они могут в фильмах же показывать, где в мусорке копаются, и могут узнать, чем человек живёт, что он кушает, на что он, чем вообще занимается. И мы, когда смотрим финансы человека, мы тоже можем определить, чем он питается, как он вообще относится к своим детям. В торговые центры вот эти хапилоны на три-четыре часа ребёнка пихают. Я говорю, вы же можете, например, на два часа там рядом есть ипподром, вот у клиента мы смотрели. Конный спорт, те же самые деньги, рядом. То есть какие-то вот подсвечиваемые вещи, которые влияют на уровень и качество жизни человека, и влияют на психологическое состояние, ментальное здоровье, отношения этой семьи. И когда я вот этот импакт увидела, я поняла, что финграмот – это не просто посчитать деньги. Это что-то глубже. Это реально про то, что я хочу, про метод Куникея, который завтра может растить здоровую нацию, здоровое общество и осознанное общество. Давайте поговорим про прожиточный минимум, как его посчитать. Следующий этап – это прожиточный минимум. Прожиточный минимум – это термин не тот, который использует государство, где там 12 тысяч или там 24 тысяч корзина. Здесь я применяю прожиточный минимум – это сумма денег, например, комфортное, в вашей семье для проживания в месяц. И здесь мы должны именно прописать, там есть прям табличка, в котором пишете. Прожиточный минимум включает в себя обязательные расходы и необходимые расходы для существования. Обязательные расходы, если, например, у вас есть кредит-рассрочка, вы их тоже прописываете. То есть кредит 100 тысяч тенге, рассрочка 50, уже 150 тысяч тенге. Дальше пишете там образование детей, еда и так далее и прочее. И вы определяете комфортный прожиточный минимум. То есть это не тот, где вы ограничиваете себя в кофе или в каких-то вещах, а прям пишете, вот мне для комфортного проживания нужно 500 тысяч тенге в месяц или полтора миллиона тенге. Исходя из прожиточного минимума, у вас формируется финансовый план и резервный фонд. То есть если ваш прожиточный минимум, например, 500 тысяч тенге, то вам желательно, вот все, наверное, финансисты говорят, там 6 месяцев или 12 месяцев резерва накопить. И вы уже формируете первую финансовую цель, что мне нужно там определенную сумму денег на 6 или на 12 месяцев по вашей возможности накапливать на случай форс-мажора и потери источника дохода. И резервный депозит мы открываем сроком на 12 месяцев в тенге, а долгосрочные депозиты мы открываем в свободно конвертируемой валюте в доллары и в евро. Почему? Форс-мажорная ситуация, когда возникает, ты расход несешь в Казахстане, в тенге. В коротком периоде у нас в тенге может быть там курс 450, 420, 470, и ты можешь попасть на тот период, в котором ты просто потеряешь деньги. А в долгосрочном периоде, к сожалению, тенге всегда обесценивается, поэтому на долгосрочной цели вы копите в долларах. Поэтому очень важно посчитать свой прожиточный минимум, и здесь человек тоже может понять, как вообще управлять своим личным семейным бюджетом и вообще какая моя комфортная сумма для существования. Но нужно учесть еще сезонный фактор. То есть это вот очень обязательно. Как учитывать отпуска, поездки сурбежные? Это вот у нас следующий этап финансового планирования. Вообще финансовый план, даже в этом случае мы сделали крутое исследование таблицы. Когда вообще саму по себе финансовую модель, коллеги знают, у нас она такая потоковая таблица, то есть она у нас ведет, как сказать, это у нас горизонтально, то есть это прям длинные таблицы, здесь года, потоки денежные, да, то есть мы его понимаем. Я когда делала такую таблицу по финпланду, например, там, день рождения и вот здесь месяц, и ты думаешь, ну это же понятно. Клиент не понимал. Он открывал, пугался, закрывал. Вплоть до каких-то отрицательных эмоций. Вплоть до того, что он вообще кассовый экселе не умеет работать. Вы знаете, что у нас по уровню цифровой, ну то есть по цифровой грамотности тоже на нуле, кстати. Изучая Финграмос, я увидела отсутствие юридической грамотности, цифровой грамотности, даже крупные специалисты могут даже в экселе не уметь. У нас уже часть GPT там развивается, а человек не может экселе открыть. И вот исследуя это, я поняла, что нужно упростить. И сделала финансовый план в привычной человеку форме в виде календаря. То есть я сделала календарь, в котором январь, февраль, ну сейчас я вот раскрываю свою методику, ладно. Январь, февраль, март. Вот у нас есть курс финансология. Мой курс полностью, который поэтапно человек обучает до финансовой грамотности. И в этой табличке он может его распечатать, либо же в экселе заполнять. И он делает для себя финансовый план. То есть ты понимаешь, что в марте что будет? Наурус. Вы с женой в один из финансовых дней должны сесть, желательно это в ноябре, в декабре, и составить финансовый план на 24-й год. Садитесь и в первую очередь пишите праздники. Отмечаете вот этот квадратик, пишите наурус. Наурус мы хотим, вот как все казахстанцы, поехать в Грузию, да? Это получается, у тебя повышается расход. Ты в расходную часть пишешь, что поездка в Грузию, мне нужны около 2 миллионов тенге. И у меня там таблица автоматически считает, что при твоем прожиточном минимуме тебе не хватит там 800 тысяч тенге. Дальше ты считаешь май и так далее. Второе, это что на большая статья расходов, которая уходит у казахстанцев. Мы, кстати, когда берем консалтинг, мы полностью проверяем ваш Каспи Голд. То есть если вы придете ко мне на консультацию, мы заключаем NDA, вы скидываете нам выписку Каспи Голд, я прохожусь и по налоговым, по законодательным рискам, да? И плюс даю полностью вам вот этот ваш годовой, ваши расходы, и по ним могу понять, что, например, большинство клиентов у нас тратят на что? На дни рождения, той, бешпати и прочие вещи. Когда спрашиваешь, куда вы столько там физику направили, или почему постоянно вы покупаете на 50 тысяч какие-то, ну, в этом столе. Они говорят, ну, я подарок покупала и так далее. И второе, в финансовом плане, вы должны прописать все дни рождения и какие-то там мероприятия. То есть вы знаете, что у вас в следующем году юбилей вашей свекрови. Вы же не перед юбилеем это узнали? То есть за месяц, за полгода, за 12 месяцев вы можете откладывать по 20 тысяч тенге, спокойно прийти к этому. Или вот тоже самое популярное, которое я всегда во всех интервью говорю, ребёнок родился. Он 6 лет рядом с собой ходит. 6 лет. О том, что он пойдёт в школу, ты узнаёшь в августе. Потому что надо констовары купить, таляшар сделать, Каспи-кредит, кредиты, долги и прочее. Это же можно было заранее предугадать, да? То есть заранее там в финансовом плане расписать. Поэтому пока хотя бы начните первое. Это сезонные поездки, какие-то вот смены шин. У нас многие сейчас, когда уже цены повысили, сейчас начинают переобываться. А ты мог летом, когда скидки, например, купить эти шины, или по 20 тысяч тенге откладывать и купить сейчас шины. Или ребёнку ты знал, что он вырастет обязательно, ему нужна зимняя куртка. Или там вы занимаетесь лыжами, у вас уже там порвались какие-то эти... Ваша одежда, вам нужно его купить. Нельзя это в открытии сезона делать. Вы можете заранее это спланировать. Немцы заранее фотаются на этот Christmas в октябре, фотки, да? А потом 25-го отправляют. Или Amazon празднует Новый год в середине января. Корпоративный праздник, когда уже не такие большие расходы на... Да, когда уже закрыли там финансовый результат года. То есть это как раз... Я думала, а почему так происходит? То есть запомнили, да, вот эти инструменты для себя использовать, а теперь объясню, почему это происходит. Почему стратегического мышления нет у нашего населения? Я начинаю изучать. Мы все жили... Ну, то есть не мы, наши родители жили в плановой экономике. Если нас с вами сейчас закрыть в этой студии, например, 20 или 30 лет, и говорить, что это солнце, вначале вы будете отрицать, но придёт период, когда вы будете... Мы с вами будем молиться и говорить, что это солнце. В закрытом обществе можно продать всё. И манипулятивно, ну, то есть говорить, нельзя на солнце пальцем показывать, Арман, будет плохо, да? То есть совет... Ну, вот я грубо говорю, это вот Советский Союз. Деньги – это плохо. Тебе государство даст... Вот ты будешь дояркой, выйдешь замуж за тракториста, поедете в вот это село, будете поднимать Союз. Хлеб везде 50 копеек, например, да? Против буржуев. Да, то есть богатые – это плохо. Мультики про богатых – плохо, да? Хотеть делать бизнес – спекуляция. Почему ты хочешь хлеб продавать за 60 копеек, да? А потому что там это хлеб, там, не знаю, зерновой или ещё что-то. Отсутствие, то есть деградируется предприимчивое мышление, деградируется вообще там конкуренция. Остальной мир – рыночная экономика, капитализм. Всё это развивается. Люди там конкуренцию развивают, да? Конкуренция порождает же развитие рынка. Это хорошее, здоровое отношение в рынке. И у человека возникает предприимчивое мышление, он начинает думать про свой финанс. А мы закрылись. Наши родители много-много лет считали, что это плохо. В 2000-х годах, когда я начала заниматься, там, я помню, я решала задачки за пирожок и за 20 тенге по макроэкономике в университете. И там какие-то там подработки делала. Мне тётя сказала моему отцу, говорит, «Нурлан, сиен хазан спекулянт». Ну, в 2000-х годах, когда мы уже. То есть, конечно, мне там девочке это сразу, потому что авторитет же взрослый. «О, я плохая, я спекулянт, значит, это плохо, нельзя хотеть бизнеса». А я хотела с России терминалы возить, когда вот эти начались же эти. Киви. Да. То есть у меня там хотелось в рамках там своего обучения. И нужно понимать, что это норма, что у нашего населения отсутствует стратегическое мышление, план, предприимчивость, финансовая грамотность. То есть не бить о том, что вот ты финансово безграмотный, арбор хазах, ахмах, вот этого не нужно. Наоборот, надо сказать, мы принимаем это. Мы жили в таком обществе, наши родители в этом не виноваты. И вот, как я говорю, им всем говорили, солнце – это лампа, да, и они в это свято верили. Они верили, что за них примут финансовое решение, квартира, работа, жильё. Они полностью от этого уж отошли. И мы росли в рамках этого финансового поведения своих родителей. Мы видели, что родители про это думали. И мы попадаем под развал Советского Союза. Происходит резко, открываются ворота. И мы с вами видим, что оказывается, солнце – не лампа. И начинается массовое потребление, которое мы сейчас чувствуем. То, что проходила Америка, развитые страны, там, 50-60 лет, мы начинаем резко впитывать в себя, то есть мы начинаем обжираться всем. Меняем айфоны каждый год. Да, а когда ты обжираешься, что происходит? Потом тебя может вырвать, это могут… Поэтому вот это и есть про кредитованность. По статистике Национального банка Республики Казахстан, просроченная задолженность у казахстанцев, которые не могут платить non-performing loans свыше триллиона тенге. Это не про портфель клиентов, которые там каждый месяц платят свои ипотеку и кредиты. Это про тех, кто вообще просто не в состоянии платить по своим кредитам. То есть уже более 90 дней уже не платят. Да, их уже свыше триллиона. Это вот статистика на январь осмотрела, сейчас оно ещё больше идёт. И это как раз говорит про то, что мы вот сейчас нас трясёт, колбасит, потому что мы вот… Стали потребителями. Да, стали потребителями. И с одной стороны, это норма, надо это принять, мы должны пережить. Поэтому я против, когда наше правительство списало кредиты. И сейчас опять начинают говорить про то, что давайте всем спишем кредиты. Вот представьте, да, вот мы с вами вдвоём. Я там бездельник, кредиты беру, не плачу, а вы там пашите на второй работе, оплачиваете свои кредиты. И мне списывают кредит. Конечно, вам обидно. И я никаких уроков для себя не выношу. Говорят, а, мне спишут сейчас государство. Они же меня любят. То есть у меня поведение остаётся на том же уровне. Я даже такая думаю, а вообще как-то могут списать, давай я ещё пять кредитов возьму. То есть мы здесь, например, делаем работу над тем, чтобы поменять мышление и поведение человека, а государство, а, давайте спишем. Сорок ярдов. При этом-то списывают не так, что банк не получает денег. То есть это с наших ресурсов, национальных денег, мы… Раз мы на эту тему завели диалог, как выйти из долговой ямы? Расскажите, пожалуйста. Управление долгами и выход из долговой ямы требует очень большого мужества, потому что большинство клиентов не доходит до финансовых консультантов и не доходит до самого первого шага. Это выписать все свои обязательства. Человеку очень сложно посмотреть на свои долги. Если вы сейчас нас слушаете и вам тяжело, пожалуйста, вы должны перебороть себя и прописать. Не обязательно Excel. Берёте бумажку и пишите. Каспи Рэд. Там, ну, чаще всего Каспи заккредитует налево-направо. Пишите, там, я должен, там, Марату 300 тенге. Я должен отцу, там, полтора миллиона тенге. Все эти долги прописывайте. А потом категоризируйте. Это когда, вот, например, пуговицы вам кидают, вы же их делите по цвету, там, по кружочкам. И также свои долги тоже попробуйте распределить. То, что вы должны банком, прописывайте. И здесь, если вы видите, что у вас, например, 5-6 кредитов, есть два инструмента. Рефинансирование и реструктуризация. Вы имеете право пойти в банк, например, попросить один месяц отсрочки. Если, например, не можете платить, чтобы дальше, там, не увеличивать свою просроченную задолженность. Да, то есть это по закону. Вы имеете право обратиться в банк за месяц, сказать, я следующий месяц платеж не могу оплатить, дайте мне на месяц отсрочку. Онлайн-то можешь сделать? Или это физически? Онлайн я не... У многих нету, поэтому лучше физически ножками идти, сделать. Ну, можно по телефону, но именно отсрочки нужно заявление писать. И спрашивайте там же, есть ли реструктуризация. Например, каждый раз, там, 5 кредитов платить, у которого, там, 15-го, 28-го числа платеж. То есть они разного характера, разного банка, где-то в терминал, где-то в банк. Это человека приводит в большой такой хаос. И чтобы этого избежать, есть понятие, там, реструктуризация, рефинансирование. Рефинансирование – это когда вам выдают один кредит, закрывая все эти 5. Ну, то есть вы платите один кредит. Иногда рефинансирование может быть эффективным, потому что эти все кредиты могут быть дорогими в части процентов, да, и по условиям, да, и реструктурация может позволить даже снизить долговую нагрузку. Но я говорю это не во всех случаях, это вот в редких, где вы должны прям работать. У меня даже есть марафон, финансовый шапалах называется. Я его специально сделала дешевым, 3000 тенге, в котором человек как раз занимается управлением долгами, где он прям выписывает, идет в банк ножками, пишет и говорит, есть реструктуризация, есть рефинансирование, да, то есть если тебе тяжело платить ежемесячно 200 тысяч, ты можешь делать реструктуризацию долга и хотя бы там снизить до 120 тысяч, но зато срок кредита увеличится. То есть там не так, что там все круто будет, да, но ты облегчаешь, создаешь себе комфортные условия посмотреть на проблему, ну, то есть прям. Это вот части долгов банка второго уровня и микрофинансовых организаций. И еще, если ты видишь, что ты постоянно хочешь брать кредиты, сейчас у нас появилась опция, ты можешь себе отказать, ну, то есть ты можешь подать заявление, даже, кажется, онлайн есть, где тебе нигде не выдадут кредит. А, то есть такой… Да, сейчас у нас такие кнопочки, опции начали появляться, это нужно, потому что иногда могут там, ваша жена на вас могут кредиты подкрывать. То есть когда ты не доверяешь своей дисциплине, то можно вот так вот… Да, да, это вот круто, вот надо его дальше… Оно недавно появилось, я вот сейчас… То есть вообще после этого заявления ни один банк второго уровня не дает им кредит. Ну, то есть есть же вот кредиты, где онлайн ты можешь быстро, моментально взять. Да, да, да. И если ты подашь эту заявку, то ты уже просто в лист попадаешь и… То есть это я не знаю, как сейчас активно реализуется, потому что это недавно вышло. Раньше это мы намеренно могли там пойти в банк, да, а сейчас это массово делают, поэтому здесь нужно тоже изучить, какой вообще после этого будет импакт или результат. Это, получается, про реструктура и рефинансирование. Это мы рассмотрели БВУ и микрофинансовая организация. Если в вашем портфеле долгов, есть долги там Марату, брату и прочим, здесь вот очень важный момент в части вот того, что это может вас гложить или вы можете думать о том, что, ну, он же мой брат, он простит. Здесь нужно что сделать? Вы должны сделать план по возврату, потому что ваши взаимоотношения сто процентов могут испортиться из-за денег. Это я вот по своей практике могу сказать. Когда ты, например, зовёшь этого Марата и говоришь, Марат, я тебе должен 300 тысяч в деньге. У меня сейчас такая ситуация. Я сейчас вот прохожу там у книги в марафон финансовый шапалах, да, я выписал все свои долги, вот посмотри, у меня это банки второго уровня. А здесь я тебе должен. Давай сделаем финансовый план, в котором я тебе сделаю план возврата. Я могу ежемесячно тебе по 10 тысяч в деньге отправлять. Это первый вариант. Либо я открываю депозит, называю его Марату, и туда ежемесячно закидываю 10 тысяч, ещё и как бы проценты с этого депозита. И ты потом там, там у меня прямо из таблицы, ты его делишь. Через 12 месяцев, Марат, я тебе возвращаю уже там 300 тысяч, там 20, там 320 тысяч в деньге. Какой тебе план лучше? И Марат говорит, ой, Айнолайн, хорошо, что ты сказал. И здесь уже отношения меняются. Он говорит, мне хорошо, если ты ежемесячно будешь мне 10 тысяч отправлять. Или мне хорошо, если я буду видеть, что ты на депозит закидываешь. Вот это вот работает, второй этап депозит, это можно ширить в Каспии? Как это работает? Да, то есть в Каспии вы можете открывать депозиты. Ну, то есть любые… Вообще Каспии, здесь, конечно, пусть меня простят мои коллеги, я Каспию использую ещё как конвертик. В Каспии можно открывать же депозиты и переименовывать. И ты можешь бюджетировать. То есть, например… То есть разные депозиты там. Да. То есть, например, я вот клиентов учу, тебе поступила зарплата 300 тысяч. Она на Каспи Голде. Вообще нежелательно на Каспи Голд аллокировать сумму денег, потому что Каспи Голд открыт там. Ну, если вы открываете там лимит в интернете, там мошеннические всякие эти, на сайты привязываете, то есть факты хищения, да. Вы открываете депозиты. Депозит можно переименовать. Пишите продукты. Из 300 тысяч кидаете по прожиточному минимуму, который вы заранее посчитали, 100 тысяч на продукты. Там обучение 50 тысяч. И там Марату долг 10 тысяч. А при этом вот этот вот депозит, который Марату долг, он шерится с Маратом? Или такое возможно? Нет, такого невозможно, да. Он не шерится. Ну, то есть это мы говорим… Просто вы ему… Да, успокаиваете Марата, да. Вот скидываете ему скринжок. Да, да. Деньги накапливаются. Либо Марат выбирает первый путь, когда вот 10 тысяч в тенге. То есть вы можете еще и конвертный метод использовать. И когда вы идете, например, покупать продукты, на Каспи Голд у вас денег не должно быть. Да, здесь может быть лень. Вы вытаскиваете из депозитов. Да. Я прямо на кассе стою, 15 тысяч тенге закидываю на Каспи Голд, оплачиваю. Я смотрю, что у меня уже в конверте продукты осталось 150 тысяч. Отлично. И я начинаю. То есть это обратный метод бюджетирования. Не так, что каждый день ты пишешь, я потратил на кофе 50 тысяч. Это человека приводит. То есть это не работает. Этот инструмент у меня просто 100% не работает. Работает только на задротов. Душнил, который там каждый день пишет, тратит на это. А вот это вот с депозитами работает? С конвертиками работает. Отлично. И у меня, кстати, мое приложение в этом формате. То есть все методы, инструменты, мои обучающие материалы, все, что я использую, оно у меня будет в приложении. Поговорили про долги. Давайте вернемся к продажащим минимумам. Как анализировать расходы свои? Какие там обычно, вот у Востока большое количество клиентов есть. Да. Куда вот деньги обычно, на какие категории люди чаще всего тратят? Первое, конечно же, продукты. Продукты, причем вот согам, бешпармах, еда, обилие, вот опять потребление, да, слишком большое. Я даже сейчас вижу тренд о том, что люди говорят, а вы знаете, что согам это на самом деле не очень-то полезно оказывается для здоровья, то есть лучше есть свежую еду, нежели которая там годами у тебя лежит как согам, да. То есть здесь в первую очередь, конечно же, продукты, потому что мы очень много тратим на продукты. Второе, это вот на всякие мероприятия, даже там на мероприятия, где даже, ну, когда человек умирает или еще что-то, бата беру. То есть я прям по аналитике вижу, что у нас очень много уходит на мероприятия. И когда, кстати, у меня есть клиенты именно Шимкента, с Туркестанской области, там у них вообще очень высокая статья расходов на той. У них могут там в неделю несколько тоев проходить, и они по 15 тысяч закидывают. Это вот представляете, огромная статья расходов. То есть очень много уходит. И еще появилась статья, которая… Быстрый комментарий по продуктам. Я вот просто сравнивал, да, вот возьмем суперсреднюю зарплату в Америке и в Казахстане. Ну, в Америке это пусть будет 5 тысяч долларов, в Казахстане пусть будет там 30 тысяч тенге. Процент, который уходит на продукты в Казахстане, это прям намного больше, чем в США. То есть в Казахстане, если 300 тысяч у вас зарплата, ну, пусть будет порядка 100 тысяч точно на продукты уходит. Это одна треть. В Америке при зарплате в 5 тысяч нет в месяц, у вас на продукты уходит порядка 600 долларов. То есть это 10%. То есть у нас процент расходов на продукты от зарплаты намного выше, чем в других странах. Даже не треть. У меня бывают клиенты, которые 60% заработной платы. Уходят на продукты. Но это опять же вот этого потребительского… Продукты не входят в рестораны вообще. Это просто чистый продукт. Да, не входят, да. Потому что eating out – это у нас отдельная статья уходит. У нас в ресторанах, кстати, большинство моих клиентов редко ходят. Это ходят только вот публичные личности, потому что, ну, то есть именно по аналитике, если прям портфолио брать, это вот в первую очередь продукты до 60%. И я когда дальше начинаю углубляться, а что именно – мясо, бешпармах. Я вот спрашиваю, говорю, а почему бешпармах ты делаешь каждую неделю? Хонах шахрам. Потому что уяд. И тут у меня сразу, да, фактор менталитета, там вот это всё мы начинаем. Уяд нам дорого обходится, в общем. Да, и это ужасно. И самое, вот у меня даже в Директ постоянно сообщение пишут, говорят, я взяла Каспи Ред, бешпармах. Я даже недавно скринила, у нас уже начали в рассрочку роллы брать. Суши, роллы. Это просто нонсенс. Мне кажется, тут дело даже не то, что уяд, но в целом продукты сами дорогие. Ну, смотрите, тут есть инфляция, да, у нас идёт. Продукты дорожают. Но поведение человека по потреблению продуктов, независимо от инфляции, в этом процентном соотношении остаётся. То есть он до кризиса ел 60% своей зарплаты, он сейчас ест 60% своей зарплаты. И в основном это как раз вот мясо и прочие продукты. И здесь, конечно, нужно тотально, я говорю, опять смена поведения, это уже какие-то другие факторы включать в эту семью. И вот второе, то, что я говорила, расходы на родственников и прочее, это я думаю, что у нас опять глобально ухожу. Быстрый комментарий по продуктам. Вот супер дешёвый протеин – это яйца. Куриные яйца. Я вот идеально подходил. Даня, я хорошо знаю, он смеётся. Мы вместе справили в Америке. Три варёных яйца с мяткой – это вот мой завтрак. Очень дёшево. Очень рекомендую, да. Да, да, да. То есть есть, говорит, глобально, у нас даже нет идеологии, да, каких-то вещей, принципов, трендов, которые бы, например, всеми распространялось, в том числе про здоровое питание, про финансовую грамотность, про юридическую грамотность. Тут нужна как бы глобальная работа. Поэтому люди просто плывут по течению. И ещё одна статья расходов, которая появилась в последние три года, и которая, кстати, меня тоже очень сильно привлекла, это вот обучающие курсы. То есть у нас на это поднимаются, да, расходы? Да. С чем это связано? С тем, что у нас активно развивается потребление контента в Инстаграме, в ТикТоке. Я очень рада, что закон о блогерах принял в этом году Тухаев, потому что это хоть как-то будет ограничивать и бить по башке, как сказать, недобросовестных инфлюенсеров, инфо-цыган. И как раз вот эти вот обучающие курсы и прочие... Быстрый вопрос, закон о блогерах. Закон о блогерах у нас был принят в этом году. Вообще, вот я люблю говорить, я же говорила, то есть у нас в Казахстане все реформы принимаются, иногда ещё мы смотрим на соседа. В России были большие случаи, где сажали, там, и были громкие дела с инфлюенсерами, да, где они их привлекали по неуплате и уклонению от налогов, да, это крупные там блогеры-миллионники, всякие, там, Блиновская, там, Марафон Желаний и так далее. И я думаю, я тогда говорила, что в Казахстан сейчас в скором времени какое-то нормативное право внедрит, потому что у нас вообще этого нету. У нас нету понимания вообще, кто такой блогер, инфлюенсер и так далее. Недавно Аллах Казахстан получил государственную премию, в Досток, по-моему, второй степени, то есть это уже блогеры получают государственные награды. Да, то есть если они уже себя приравнивают к СМИ, да, то есть потому что СМИ, у них есть ответственность. Всё, что вы говорите, вы несёте за него административный уголовный, ну, любую ответственность, да. Вы понимаете, что контент, который вы креетите и даёте в массы, несёт за собой определённую, там, ответственность. Это как в случае с финпирамидой, когда блогеры рекламировали финансовую пирамиду и большинство людей, население потеряло свои деньги, да. И вот эти все кейсы привели к тому, что в Казахстане сейчас тоже есть закон о блогерах. Я сразу скажу, он сырой. Очень много вопросов, но факт того, что он, в принципе, появился, какие законы о банкротстве, физлиц, то есть они у нас всегда сырыми, сырыми выкидываются. То есть как теперь жизнь поменялась после закона о блогерах? Да, это получается. Блогер теперь, если, например, там, я тоже сейчас приравниваюсь к инфлюенсеру, потому что блогер, который монетизирует свой Инстаграм-аккаунт, он должен, во-первых, себя позиционировать уже, как занимаешься предпринимательской деятельностью, это открытие ИП или там другой юридической формы. Следовательно, ты должен платить за это налоги. Во-вторых, ты должен хранить архивы. То есть, ну, я думаю, что Инстаграм-платформа и так-то архивы хранить, да, но там уже обязаловка. И в-третьих, ты должен, например, если вы скажете, прорекламирует там какой-то мой продукт, я обязательно пишу либо жарнома там, add, иди, да, вот то, что там делал, да. То есть я должна это показывать. То есть если Инстаграм даёт, например, там спонсорство там. Full disclosure, да, то есть явно видно. Да, то есть это вот нужно как бы ответственность всё это говорить. Ну и в-третьих, ты теперь уже несёшь ответственность. Ну, в принципе, ты и раньше нёс ответственность, но сейчас уже больше степени несёшь ответственность за то, что ты говоришь. Я не могу там говорить, вау, типа, вкладывать в эту крипту там кроссовки. Вот про кроссовки я тоже много раз говорила в Инстаграм. Никто не слышал себя, потом я такая, я же говорила. Да, я же говорила. Да, но кто не рискует, тот не пишет. Много денег тоже потерял. Ну, не так много, но получил большое удовольствие от 10 тысяч шагов. Да, да, да. То есть нужно понимать ответственность. И, например, блогер, который… Я могу прийти к любому… Вы знаете, что блогеры, вот я с ними работаю, но в любом случае блогеры за деньги сделают всё. Абсолютно. За большие деньги сделают всё. Я могу какую-то там реально рекламировать финансовую пирамиду, и блогер, не понимая ответственности, может в массы, в миллионную аудиторию нести. Говорит, вот идите к ней, там она там вам из 20 тысяч сделает 50 тысяч. И здесь хотя бы закон немножко его остановит, потому что он понимает, что у него завтра будет уголовная ответственность, потому что распространение информации о финансовой пирамиде – это уголовная ответственность, не административная. То есть хотя бы немножко его приостановит. И, во-вторых, это агентства блогерские, которые теперь понимают и работают в рамках закона о блогерах. То есть в этом плане я очень рада, что это появилось. Конечно, хотя большинство там психуют, говорят, нет, зачем это сделали, делать нечего. Нет, ребят, если вы позиционируете себя как инфлюенсер-блогер, имейте ответственность за то, что несёте в массы. И пусть за это карают, если будет что-то против законодательства нашей страны. То есть вы говорите, что у нас количество расходов на образовательные услуги тоже повышается. Да, на курсы. И при том, что люди берут их в рассрочки, в кредиты. Мои курсы тоже продавались в рассрочки, но я прям открыто говорила. Не бери рассрочку, если у тебя больше двух рассрочек и так далее и прочее. Помню, я работаю с продюсером, они всегда, боже, опять Куникеев в Инстаграм говорит. Ну, то есть их же цель продавать, а я хочу экологично это делать. Как может человек покупать в рассрочку курсов финграмотности, да? Ну, то есть нужно доходимость и так далее и прочее. И когда я анализирую клиента расходы, я вижу, что очень много обучающих курсов, и причём они дорогих, берут миллионтенькие наставницы в рассрочку. Был кейс, где человек даже, ну, то есть инвалид и в рассрочку взял, а потом не получилось и вообще имеет право, ну, то есть попросить там возврат на определённый случай, да, если в середине, но тот блогер недобросовестно поступил. Ну, то есть были очень такие кейсы, которые и человек теперь годами, то есть два года платит эту сумму денег, это ужасно. И в этом плане тоже нужно, это вот отсутствие критического мышления, может быть, у населения, или импульсивные покупки, потому что инфлюенсеры используют манипулятивные техники, говорят, видишь, у меня классная машина, я круто живу, сумка там Луи Виттон, да, которую там, может, на барахолке взяли. Хочешь так же. Да, брендовые вещи, между прочим, тоже в рассрочку берут. Поэтому не ведитесь, пакеты специально покупают, чтобы вы там… И люди думают, вау, если я куплю курс, волшебная таблетка, скидывают ответственность на этот курс и прочее, покупают, а потом ничего не случается, потому что там нужно… Ну, либо это курс действительно инфо-цыганский, который просто с вас деньги взять. Либо нужно много работать. Да, либо нужно много работать, учить, там, смотреть эти эксельки. И вот эта тенденция, она прям заметная, что у клиентов статья расходов на обучающие курсы тоже увеличилась. И когда ты анализируешь свои расходы, вот как я до этого рассказывала, да, то есть если ты видишь большие суммы расходов на шоппинг, анализируешь инструменты, как его снизить с позитивной точки зрения, да. Если ты сам не можешь, обращаешься к financial advisor, то есть к консультанту, и он тебе даст инструменты, да. Всё-таки обращаться к финансовым консультантам очень важно, потому что мы каждый день этим живём, и мы знаем огромное количество вариаций, там, сценариев, которые могут позволить вам снизить вашу долговую нагрузку. И читать там контент, который там может быть про управление личными финансами. Сейчас очень много такого бесплатного. Кстати, Национальный банк Республики Казахстан, у него есть сайт fingramata.kz, вот, спонсированный с государством, он тоже постоянно контент этот делает. И проанализировать свои расходы с точки зрения, надо мне это, не надо, это хочу, то есть это хотелка, либо это нужда, да. То есть с этой точки зрения нужно тоже каждый свой расход анализировать. И как раз если вы видите, что вы слишком много там на продукты тратите, здесь, кстати, вот у меня самой лично было снижение расходов на продукты, но у меня больше не продукты, а больше eating out, да, то есть я постоянно заказывала вольт, глава, ходила в рестораны, кушала, я вижу, что в семейном бюджете у нас большая статья расходов. Я наняла повара. Я дала человеку работу, во-первых, во-вторых, у меня намного снизилось потребление там где-то кушать, что-то заказывать, свежая еда дома. Повар каждый день приходит вам? Нет, у меня в неделю три раза. Это вообще классная рекомендация, тоже очень. Да, и тут не про то, что у нас же в голове как повар, значит, какой-то богатый. Нет, ребята, там на самом деле выход повара в день это 10-15 тысяч тенге. Если почти с бюджетом, извините меня, там у вас намного выгоднее. Огромное. Вы даёте человеку работу, во-первых, во-вторых, вы снижаете свои расходы, в-третьих, у вас свежая, и на вашей кухне приготовлена еда. Здоровая домашняя кухня. Да, и потом, да, если, например, приготовят еду, ты его кушаешь, ну то есть там, вот нам готовят на два дня, и вообще классно. Ну то есть я очень-очень довольна, я думаю, что вот это тоже крутой инструмент. И также, например, там с клинингом, да, то есть если ты специалист, если ты, например, не успеваешь и так далее, то есть сейчас твои времени стоит дороже, почему бы не привлечь там клининговую службу, которая будет за тебя там убираться. Какие аспекты ещё вашей жизни вы аутсорсите? Потому что ваши... Какие аспекты вашей жизни вы аутсорсите, чтобы... Потому что ваш час стоит дороже. У меня есть ассистенты, у меня есть бизнес-ассистенты, личный ассистент, есть... У меня свой личный финансовый консультант тоже есть, клининг, повар. Вот сейчас я уже задумалась о том, что вот в пандемии я засела дома и как бы привыкла всё рядом, да, я даже офис купила рядом со своим домом, чтобы не ездить, вот пробки, да, это ужасно меня, прям огромные пробки. Но я сейчас прихожу к мнению, что, наверное, я буду брать водителя, потому что... Вы видели цены Яндекс.Такси? А сколько водитель стоит? Водитель стоит от 200 тысяч тенге и выше, это зависит, если это его машина или не его. То есть есть пакеты услуг, которых водитель там... Бензин всё это туда включает, либо не включает. Ещё класс машины, и ещё там стаж водитель, даже вот эти, оказывается, параметры тоже есть. Но у нас есть, кстати, службы, которые предоставляют водителей, поваров, ассистентов, но для очень богатых людей, и там чек, конечно же, высокий. 200 тысяч – это с 9 до 9 или как? Нет, это вот как, например, запрос в течение дня, то есть вот я последний раз с водителем общалась, то есть я могу сказать, например, вот в 11, то есть у меня есть... Это один и тот же человек? Да, у меня есть расписание, ассистент знает и говорит, вот такие надо же забрать, отвезти и так далее. То есть это не так, что там с 9 до 6 куда-то... Ну, то есть это просто на встречи, на съёмки или там на какие-то другие моменты. Но я ещё как бы полностью не решила, нужно ли мне, нет, потому что я всё рядом аллокировала, и офис, и мне как бы комфортно, да, но уже периодически бывают выезды, поэтому... В чём отличие бизнес-ассистента от личного ассистента? Личный ассистент... И почему это не один тот человек, как у многих людей, как у многих предпринимателей? Да, у меня вообще один человек был, но сейчас я его хочу разделить, и у меня отдельно был личный ассистент, который отвечает как раз за куп продуктов, потому что, например, повар делает список продуктов, и ты, например, покупаешь, да, какие-то вещи в химчистку, или что-то мне купить, вплоть до того, что там лак для волос, да, например, да, это же нужно заказывать и так далее, то есть он освобождает твои внимания, да. Бизнес-ассистент — это встречи с клиентами, протокол встреч вести, полностью, например, дни рождения. Я не думаю о том, что у вас, например, день рождения, ассистент уже по календарю смотрит и отправляет, то есть я заранее даже фотографирую, как я отправляю цветы. Я не отправляю цветы в обёртки, потому что я, ну, как бы за экологичность и так далее. Вот мы взяли бумажную, надо было свой приносить, да. То есть есть небольшие нюансы, которые касаются меня, да, то есть я ещё люблю национальную идентичность. Если я дарю, то я стараюсь дарить казахстанского производства. Мне вплоть до сумки делают девочки с Павлодара, да, вот это астанинские девочки делают, это вот алматинские девочки шьют. То есть где-то вот подарок не должен быть так, рандомно что-то купи, да. То есть это что-то такое осознанное. Если цветы, то это розы с лентой. И это всё заранее прописывается, даётся бизнес-ассистенту, и он там партнёрам, клиентам рассылает. Плюс чаще всего я бизнес-ассистент, это уже студенты финансового факультета, либо бывшие там финансисты-экономисты, потому что у меня тема же про финансы. То есть важно, чтобы бизнес-ассистент может ещё и на консультацию, если вы придёте, в вашу выписку Каспи Голд у меня ассистент обрабатывает. Сколько времени уходит на то, чтобы бизнес-ассистент работал с минимальным вашим участием? Вообще это очень такая сложная тема, для меня очень тяжёлая, потому что у меня практически уже сменилось 7 ассистентов, наверное, потому что, ну как сказать, это же человек, мэсч должен быть какой-то, да, он должен тебя понимать. Химия определённая. Да, тем более я считаю, что я немножко такой руководитель, тяжёлый, эмоциональный, я могу повысить, ну то есть я знаю свои, я могу быстро требовать, смена локации может быстро происходить, да, то есть какие-то есть моменты, ассистент должен адаптироваться. То есть были слёзы у моих ассистентов, да, то есть было там, я ухожу и прочие моменты. Я думаю, что минимум нужно полтора года, чтобы бизнес-ассистент полностью твоё внимание. То есть результат труда ассистента, это свободное время руководителя. Абсолютно. Ваши рекомендации для предпринимателей, как найти себя ассистента, вот именно тактически, не знаю, это объявление в OLX, или что для вас работает лучше всего? Какие качества должны быть? Вообще для меня, все мои сотрудники, которые со мной долгий период времени, они все пришли с Инстаграма, потому что в Инстаграме я показываю полностью свою жизнь, какая есть, какие у меня цели, принципы, к чему я иду, то есть я не там могу без фильтра выйти, или там могу рассказать о том, что вот у меня был конфликт, то есть я полностью показываю, как есть. И человек, и я поняла, что когда я беру извне, там немножко у нас не происходит мэч, а когда он пишет мне в директ, или когда я пишу оффер о том, что у меня там нужен такой ассистент, я пишу все свои требования, очень важно прописывать, что ты ждёшь, то есть результат труда ассистента. Результат труда кондитера это готовый торт, а ассистенты говорят, это свободное время руководителя. Твоя задача, чтобы я меньше вовлекалась. Я придираюсь вплоть до саммари, которые мне скидывают. Ну то есть я, например, говорю, сделай, пожалуйста, ресурч, или там дай мне, пожалуйста, саммари по там Арману. Или вот я ездила с Digital Bridge, они мне сделали PDF с фотографиями свежими министров и вице-министров. Они же у нас меняются как перчатки, извините, пожалуйста, но и это как Дьявол носит Прада тоже же был же у него. И они мне отправили тоже PDF. Я смотрела, думаю, так, это этот, этот тот. То есть они сдали, и при том, что не километровая информация, а вот прям такой-то, такой-то, чем-то занимается, образование для меня важно, чтобы какой-то, может быть… Смолток появился. Да, смолток. То есть я удивилась, что я к этому уже пришла. И уже ассистент это понимает. И саммари всегда дает там хайлайтсами, обязательно жирным должно выделено, то есть, например, у вас там подкаст такой-то, такой-то, арман такой-то, ссылки на его вот эти такой-то, возраст такой-то, тратата и так далее и прочее. То есть и вот такую выжимку получаешь, и все. Ваши рекомендации насчет того, что это 40-часовой рабочей недели, или вы готовы к тому, что бизнес-ассистент может быть бизнес-ассистентом у нескольких предпринимателей? Нет, это только должен быть твой личный бизнес. Какие у вас требования? То есть будешь работать 6 часов в неделю? Или какие ожидания? Ну вот я как человек корпоративного мира, вот работала в Каспии, мы могли прям до 6 утра работать. И вначале, почему у меня текучесть кадров была, я прям ночью должен, я лечу куда-то там в аэропорт или еще что-то, какие-то моменты, то есть я прям 24 на 7. Как Илон Маск, в 3 утра звонит, ты что там спишь, нет? Да, а потом я поняла, у меня есть новая идея, новый дизайн для вот этого ракетного двигателя. Да-да-да. Давай в офис через 30 минут, чтобы здесь был. Вот, то есть я поняла, что это плохо. Во-первых, плохо мне, потому что вот я сейчас начала ощущать в 35 лет, что оказывается все мои вот эти выходки там, полететь, прилететь быстро, там ночью поработать, сказываются на здоровье и на моей продуктивности. Классно, что я наконец-то до этого дошла. Я теперь ассистенту говорю, надо сделать так, чтобы мы выходные с тобой не общались, не работали. Пока не получается. Вот, пока мы тоже ночью общаемся. Есть такие нюансы, моменты, но я к этому иду. Главное, я знаю, я вот очень хочу тоже предпринимателям сказать, ребят, важно эффективно использовать время и чтобы кадр не выгорел. Тем более в основу ассистенты молодые, да, там, чтобы ты кушал, не кушал и так далее. Если у меня даже вот мобилограф, ассистент, где-то мы ночью, то я обеспечиваю, чтобы они нормально доехали до своего дома, да. Если там мы какой-то на ивент что-то идём, я смотрю, чтобы они не употребляли алкоголь или там ещё что-то. Всё равно я чувствую ответственность, и вот это в моменте важно. И интересный ещё момент по ассистентам. У меня был всего лишь один парень, остальные все девочки были. С мальчиком было легче работать, ну, потому что я могла жёстко разговаривать, да, и так далее. Но в большей степени вот нужно предпринимателю понять, с кем тебе легче, потому что всё равно пол тоже важен. Есть же какие-то личные вещи, которые я не могу ассистенту, например, мальчику сказать, да. Вот, поэтому я думаю, что если женщина руководитель, наверное, лучше брать ассистента. Какие вопросы вы задаёте на собеседовании, чтобы понять, что он подходит вам или нет? Да, это даже я, когда вот финдиров нанимаю тоже, я всегда задаёт релённый ряд вопросов. Пойдёт ли на это или нет, да, то есть именно каверзный, я даю кейс, в котором я говорю, вот такая-то ситуация, что ты сделаешь? Ну, я как бы там про финдиров не скажу, но про ассистентов я могу сказать, вот я тебе позвоню, я, например, в 8 утра дам чёрный пакет, ты должна пустить чёрный пакет определённому человеку. Твои действия. Да, твои действия. Или вот стандартный, который мы спрашиваем, у меня проходит мастер-класс, там 100 человек сидят, а презентация не открывается. Что ты сделаешь? То есть я больше даю стрессовую. И вот текущий мой ассистент, Римма, студент КБТУ, вот она уже, мы с ней классно сейчас работаем, но она дальше хочет расти, я понимаю, что, наверное, она уйдёт как financial advisor, возможно, да, закончит, но вот она уже понимает, что какие-то проблемы возникают, я могу не знать о этих проблемах, она уже сама клиенту может позвонить, решить вопрос, и она говорит, я решила. Но мы к этому шли долго. Стресс возникает, и вот что классно, она характером спокойная. У меня начинает импульсивный стресс, и она знает, что через 15 минут я могу поменять решение, и она выжидает эту паузу, и она говорит, ну, я знаю, что вы скажете, этот, всё окей, я уже этот. Или как вот мы сейчас, она готовит мне билеты, у меня еду на конференцию в Дюссельдорф, я вот не знаю, оттуда я поеду в Париж, либо в Амстердам. Я такая, всё, покупаю билеты, и она выжидает. Ну, то есть есть моменты, конечно, я постараюсь заранее всё, но бывает какие-то, когда сжатые, я могу менять быстро десижины. Очень классно. Давайте поговорим про накопление и финансовые цели. Как заставить себя копить? Накопление – это тоже, кстати, в части финансовых привычек. Здесь тоже вот формирование, и я поняла, что инструмент геймификации очень классно работает. Это для детей, кстати, в финграмотности, для взрослых, когда ты на холодильник вешаешь красивую картинку, и каждый раз красишь о том, что вау, мы накопили. Либо покупаешь бокс, вот есть метод Гаусса, который используется, то есть ты прописываешь там 500 тысяч, и деньги в этот боксик и красишь. Как геймификация у людей накопление больше идёт. Скажите про боксик поподробнее, как это работает? То есть это получается, в принципе, я не знаю, если у вас есть телеграм-канал, я могу выслать потом этот боксик. Распечатываешь, там просто цифры прописаны, если нужно миллион денег. Это шахматная доска такая? Да, ну то есть как доска, и там прописаны цифры, например, 500, 1000, там 200, и, например, ты там уже кладёшь эти деньги, либо же переводишь со своего там Каспи Голда в депозит, и подкрашиваешь. Человек делает действие. Понял. Он красит, красит зелёным, чаще всего мы используем зелёный, и он психологически такой радуется, вау, я приблизилась к цели и так далее. То есть инструмент геймификации классно работает в накоплениях. Ещё когда вы с детьми работаете, ну то есть со своими детьми, про финансовую грамотность, если он копит, например, на самокат или на какую-то игрушку, то ребёнку тоже можно вот такой красивый план сделать, и он может там зверюшек, магнитиков там, или же просто красить. То есть геймификация лучше работает в части накопления. Второе, вот почему, вот правильно сказали, накопление финансовой цели очень взаимосвязаны. Нельзя просто копить в никуда. Ну, я хочу скопить 2 миллиона. Вы должны чётко знать, куда эти деньги потратятся. Так или иначе, вы должны чётко знать, у меня поездка там в Европу, да, мне нужно там, например, 4 миллиона тенге. И ты посчитал с учётом там изменения курса, открываешь депозит там в долларах или евро, и копишь эти деньги, распределяешь ежемесячно, когда у тебя есть цель, и каждый раз ты должен себя челленджить, ну то есть представлять, что ты сейчас будешь гулять в этой Европе, как классно будешь кушать, кушать там вкусные джелата в Италии. То есть это всё ассоциативно, психологически себя позитивно настраивая, и ты себя челленджишь и копишь. Но я вообще с детства всегда копила. Я давала в долг родителям, когда я в школе училась. Уча себе. Да, то есть у меня эти навыки, наверное, с детства, то есть я всегда хотела предпринимать, я же говорю, я решала задачки за пирожок в столовой, или там за 20 тенге, я помню, да, то есть это, наверное, я такой, может быть, родилась, возможно, да, но в целом даже выбор моей профессии, у меня дедушка заслуженный финансист Казахской ССР, и я с детства с ним ходила по этим совхозным собраниям и так далее, я вообще росла в деревне, он был бухгалтером, поэтому вот это вот финансы, деньги у меня были с детства. То есть я росла в том окружении, где считать, накапливать было норма, но это же не у всех семьях. Поэтому если вы, у вас есть дети в семье, вам обязательно нужно формировать финансовые привычки ребёнка тоже. И как раз вот это накопление, когда вы с женой там накапливаете, радуетесь и позитивно это закрепляете, ребёнок тоже будет воспринимать. Накопление – это классно, мама с папой радостные, мы к чему-то стремимся, вау, мы что-то ждём. То есть это помогает человеку закрепить позитивные эмоции. А формирование финансовой цели, оно должно быть всегда по смарту, все мы знаем. Быстрый вопрос. По вашей, скажем, по вашему опыту работы с разными клиентами, когда вы уменьшаете расходы на, например, тот же самый eating out, во благо какой-то цели, например, подарок супруге, воспринимание того, что человек меньше входит в рестораны, становится чуть слабее? Как вот он более открытый к уменьшению расходов или нет? Ну смотрите, вообще есть две дорожки. Это одна дорожка экономии, как раз оптимизация, а вторая дорожка – это увеличение доходов. Не все клиенты к этому готовы. Большая степень клиентов готовы только к оптимизации, потому что увеличение доходов требует усилий, изменения, дискомфорт и так далее, открытие бизнеса и прочих вещей. Поэтому в части оптимизации я направляю так. Ребят, вы любите ходить в рестораны, а давайте со смыслом ходить. Каждый месяц вы выбираете турецкий, индийский, взаимоотношения мужа с женой улучшатся. То есть к этому тоже проходить осознанно. Вы оптимизируете не так, что типа, ой, там покушаем, просто кушать, да? А то, что вот вы прям выбираете, целенаправленно делаете план своих мероприятий. Вот у нас сейчас, кстати, открылся же сезон, там театр, очень много там классных концертов проводится, То есть летом обычно не сезон, да? И вот как раз в рамках этого концерта там поход в театр, а потом в такой-то ресторан. То есть подойти осознанно даже к увлечению. Ну то есть это улучшает ваши взаимоотношения, повышает ваш кругозор. То есть вы не просто там слушаете Чайковского, потому что там кто-то слушает, да? А вот хотя бы почитать, кто такой Чайковский, о чём речь, к чему, зачем. То есть я вот, кстати, заметила, что у большинства людей с этим проблемы. То есть я всегда, даже когда гугла не было, шла в библиотеку и узнавала, кто это, что это, почему, зачем. Если что-то непонятно, всегда записывала. Поэтому вот это тоже момент всем советую. И когда оптимизация идёт, можно подойти с точки зрения осознанности и какую-то плюшку вот такую закинуть, что да, мы сейчас с тобой не будем пять раз ходить в ресторан, но будем ходить один раз и очень классно играть. Зато эта экономия приведёт к какой-то там финансовой цели, да? Да, то есть мы сэкономим, зато мы с тобой накопим на Италию и там будем каждый день ходить, пасту кушать. Супер. Вы говорили про финансовые цели различные, да? Да, вот по смарту. Финансовая цель вообще должна формироваться по смарту, то есть она должна быть измерима, она должна time bound, да? То есть если ты хочешь, например, накопить на машину, нельзя говорить, я хочу накопить на машину, вот у нас банка, давай туда кидать. Ты должен знать, что это Toyota RAV4 2014 года, с объёмом двигателя такой-то, цвета такого-то, стоимости такого-то. К моменту, когда я накоплю, ещё нужно сверху докинуть там 20-30% увеличения стоимости, потому что Toyota – это казахская машина. По аналитике нашего рынка Toyota цене вообще не меняется, да? То есть это тоже, кстати, очень интересный факт, потому что в России в большей степени Mazda. А вы рекомендуете покупать рассрочку, чтобы зафиксировать цену автомобиля на сегодняшний день, а потом платить в виде накопления? Ну, смотрите, это уже, вот смотрите, сперва мы формируем финансовую цель по смартам. Или лучше накопить, быть дисциплинированным и потом покупать, когда ты это заслужил. Вообще, смотрите, вот про кредиты скажу. Финансовую цель, вот поняли, да, формируем, то есть полностью понимание стоимости, цель, для чего нужно. И второе, мы начинаем формировать план. В плане может быть тоже два варианта. Первый – это как накопление. Именно автомобили, я против кредитов и прочих рассрочек. Почему? Но в мегаполисе Халматы Астана Шемкент. Потому что факт ДТП, который приводит к снижению стоимости автомобиля, высокий фактор. Поэтому в этом плане у меня очень много клиентов купят в кредит, повредили машину, ещё и кредит платят, ещё и здесь нужны расходы, да. То есть в этом плане я всё-таки к машине отношусь как, чтобы они только накопили. Может быть, у кого-то там другое мнение, но я к этому склоняюсь. Недвижимости, вариантов простого казахстанца купить за нал, нету. У нас, кстати, вот касательно того, что у нас есть государственная программа, это как раз не признак рыночной экономики. Когда государство сильно участвует в экономике, это говорит о том, что это не рыночная экономика. То есть не развивается конкуренция. И государственная программа, которая у нас сейчас присутствует, если мы будем дальше там придерживаться нашей реформы развития экономики, они придут к тому, что закроются. И пока есть возможность, вы должны использовать эти государственные программы, которые более или менее выгодны, нежели там банки второго уровня. Поэтому, если ваша цель приобрести недвижимость, по недвижимости тоже по смарту полностью все там закладываем и смотрим варианты, но в недвижимости, конечно же, вариант покупки в ипотеку самый такой оптимальный для казахстанца, у которого средняя заработная плата, да, ну а вариант купить занал или там в рассрочку от застройщика больше подходит для предпринимателей, которые хотят там хаслить деньги, могут там по пути повышения доходов идти, да, то есть это уже немножко другой тип людей. Здесь нужно смотреть, кто его есть, да, а пока по ипотекам, конечно же, у нас вот Пасыбанк, но Пасыбанк немножко качество жилья, которое они предлагают низкого уровня, но это хотя бы, поэтому называется доступное жилье, это хотя бы возможность простому казахстанцу со средней зарплатой приблизиться к приобретению там недвижимости, да, ну конечно, есть и другие программы, но и на жилье тоже можно копить, но это будет очень-очень долго. Давайте поговорим про финансовое планирование, как правильно его проводить. Вот как я уже рассказывала, финансовое планирование формируется за счет календаря годичного, мы в финплан делаем на 12 месяцев, вы берете каждый месяц, на каждый месяц прописываете прожиточный свой минимум, прописываете изменения там в сезонном факторе, то есть у вас помимо прожиточного минимума, если 500 тысяч деньги, вы прописываете везде 500 тысяч деньги. Потом добавляете сезонный фактор, да, то есть если это зима, лето, там, есть дети, нет, дети, да, эти суммы денег, потом вы прописываете дни рождения, юбилеи, потом вы прописываете поездки, которые нужны, да, и прописываете обязательно еще и свою финансовую цель, то есть если цель за 12 месяцев накопить на поездку там в следующем 2025 году, каждый месяц вы пишете финансовую цель, 50 тысяч деньги и прописываете ваш финансовый план. Если говорить про процент зарплаты, ну, ежемесячного дохода, который должен откладываться, отправляться в инвестиции, уходить в депозиты, какие у вас рекомендации есть в этом плане? Смотрите, в личном и семейном бюджете есть два депозита, это резервный депозит, классический на резервный депозит можно отправлять от 5% и выше, в зависимости от вашего прожиточного минимума, да, то есть кому-то ООК 50 тысяч отправлять, кому-то ООК 5 тысяч деньги, но резервный депозит это обязаловка. Резервный депозит распределяется до остальных расходов, то есть вы получили заработную плату 300 тысяч деньги, 30 тысяч деньги сразу же отправляете на резервный депозит, а потом уже идет распределение на вот этот прожиточный минимум. То есть 10% входит в резервный депозит, оставшие 90%? На прожиточный минимум, а потом, если у вас остается, уже на целевой депозит. То есть у меня по методике два направления – резервный и целевой депозит. Резервный депозит до распределения прожиточного минимума вы направляете, целевой депозит уже остаток. Целевым может быть это как раз поездка, недвижемся и так далее и прочее. Если у вас еще остается, мы его называем свободный капитал, то тут, конечно, вы уже думаете про инвестиции. В самих инвестициях, то есть у нас сразу у людей ассоциация ценной бумаги, хотя инвестиция при умножении капитала и другими инструментами. Такими как? Да, инвестиция – это классическая казахская инвестиция, это в недвижимость, да, для ощущения стабильности. Большинство казахстанцев у нас покупают пять квартал всем своим детям и думают, офф, Чахс Волды, и на Балашарах. Миссия выполнена. Да, миссия выполнена, да. И ежемесячно там какую-то там аренду получают, хотя с точки зрения инвестиций это не совсем как бы выгодно, да. Да, выгодно аренда коммерческой недвижимости, например, да, вот, который, это уже немножко такой другой левел и стоимость очень высокая. То есть это направление инвестиции в недвижимость. Здесь, конечно же, обязательно нужно с консультантом работать в любом случае. Вот, кстати, я провожу не только обучение физических лиц, я провожу обучение финансовых советников. У меня уже вот второй поток. Я в камеры напровожу, то есть я беру пять-шесть человек, тоже изучаю. И это там тоже, если честно, очень много исследований, потому что, когда мы говорим бухгалтер, да, это Татьяна Васильевна с красными ногтями. У нас учёт, я пошла чай пить. То есть, когда мы делали опрос, у большинства бухгалтер это такой образ. Агрессивный, грубый, негибкий, неадаптивный. Финансист это вообще непонятно кто. И пока общество не поймёт конкретный конечный результат труда бухгалтера, финансиста, кто он такой, он не пойдёт ножками к финансовому консультанту. Поэтому здесь я тоже начала именно с обучения моих коллег, переквалификации, то есть под мои методики, чтобы они вышли финансовыми консультантами на рынок. И вот, и будут разные экспертизы. То есть, у меня в компании, например, есть финансовые консультанты и будет направление, скажем, там, недвижимость. Потому что я, например, будучи финансистом, у меня узкая специализация, например, в банковской сфере. Я не могу, например, быть суперэкспертом, там, по производственной себестоимости, там, строительных материалов, да. Но я финансист, я какое-то, в общем, знаю. Я хотела бы направление сделать, чтобы были узкие специалисты. Финконсультанция в недвижимости. Клиент пришёл, всё, у него свободный капитал есть, выбрал направление инвестиций в недвижимость. Он идёт в финансовый консультант, он говорит, есть коммерческая недвижимость, есть инвестиционная недвижимость, есть жилая недвижимость. Он ему делает финансовый план, и он туда, как бы, локирует часть своих денег. Инвестиции в ценные бумаги, окей, сейчас огромное количество специалистов. Примые инвестиции, это вот iCapitalist, вот, например, да, классная платформа, вот мы с ним хотели тоже подкаст снять как раз. Вот многие же люди тоже не знают, а это вот классно, можно прямые инвестиции, ты можешь какие-то деньги, там, стартапы дать, да, там, какие-то компании, быть доливимым участником. При этом ты должен понимать тоже, да, финграмоту бизнеса и так далее и прочее. Вот, и венчурные инвестиции, там, ты когда уже понимаешь, что ты эти деньги можешь потерять, да. То есть очень много различных инвестиций, которых, и есть у нас даже инвестиции в сферу, там, крупнорогатого скота, то есть огромные вариации. Но здесь человек не может сам идти, поэтому вот эту нишу, которая, поэтому стратегии всей моей компании направлены на то, что я хочу эту нишу занять. И эти финконсультанты, узкие специалисты будут вас за ручки брать, направлять в ваши деятельности, сдавать за вас декларацию, делать финансовый план, увеличивать, приумножать ваш капитал за счет консалтинга в рамках законодательства Республики Казахстан. — Свободный капитал, который у вас накапливается, вы куда инвестируете обычно? — Лично я. Я тоже, конечно же, как и все казахстанцы, начала с недвижимости. Сейчас вот я сказала, вот офис как раз, коммерческая недвижимость. — Задаете в аренду уже его? — Я ее сдаю в аренду, официально, как положено, и эту недвижимость я взяла в бизнес-ипотеку. — Вот на эту тему вопрос. Если предприниматель хочет этим заниматься, коммерческой недвижимостью, вы обычно что рекомендуете? Под рестораны сдавать или под парикмахерские? Ну, какие рекомендации? Как правильно об этом думать? — Если говорить город Алматы и Астана, есть нюансы по квадратуре. Если ты берешь коммерческое помещение, например, 100 квадратов, то он быстро сдастся. Как раз там 100 квадратов можно разделить по 50, это подойдет каким-то маленьким, там вот тоже парикмахерские, кофейные и так далее, да? Если ты берешь 200, вот я как раз взяла 200 квадратов, здесь очень сложно, потому что рестораны говорят, мне нужно 400, а маленькие говорят, а мне нужно 100. И 200 — это вообще редко. 200 сдается там в офисы, там в студии и так далее. Поэтому здесь нужно понимать такой вот гэп, да? То есть ты до 100 квадратов берешь на мелкий, малый, средний бизнес, а свыше 200 квадратов ты должен знать, что тут как раз рестораны и так далее. Потому что ресторан, у него же еще есть зона там подготовки, кухни и так далее. — Где доход выше? — Конечно же, ну то есть общепиты, ну смотря какой общепит, да, еще смотря какое расположение. И вот здесь, кстати, ребята, очень важно зайти на сайт, например, Акимата того города, где вы хотите коммерческую недвижимость и посмотреть программу развития города. И в программе развития города, например, прописано, что здесь будет там что-то строиться, школа, там бла-бла-бла, и это повысит стоимость этой коммерческой недвижимости в этом регионе в перспективе. И с моей недвижимостью так и случилось. Я смотрела программу развития города Байбека и понимала, что сейчас там и действительно у меня стоимость недвижимости очень быстро возросла за счет реализации этой программы. И, конечно же, общепиты очень хорошо, если они официально вы сдаете, то долгосрочно, они долгий срок берут, потому что и очень важно без ремонта лучше, потому что компания под себя ремонт делает. А если офисы, там студия, подкасты или там какие-то другие, там, не знаю, салоны и прочее, они могут каким-то первичным ремонтом, но общепиты всегда со своим ремонтом. А договор какой вы обычно прописываете? Долгосрочный договор, который регистрируется, у нас долгосрочные контракты аренды обязательно до регистрации подлежат сумму. Какой минимальный срок? Ну, то есть минимально вообще 5 лет, потому что еще один момент есть. Когда предприниматель берет твою коммерческую недвижимость, он нарабатывает трафик. И там, если даже он уходит, они знают, что там кофейня, и другая кофейня просто в очередь встает. А есть ли у вас там запланированные повышения аренды там каждый год? Да, это в контракте прописывается. Сейчас, вот вчера я проходилась по офису, я думаю, что сейчас я буду искать страховые продукты. По части форс-мажоров там затопили и так далее и прочее, даже форс-мажор пандемии, форс-мажор, когда я не смогу оплачивать, у меня же бизнес ипотека. Кстати, никогда не берем занал, ну то есть, это, ну это ненормально. То есть, нужно всегда там использовать заемные деньги, это все предприниматели, в принципе, знают, да, использовать классные продукты кредитные, которые у нас есть. И вот страховать нужно. Вообще страховой рынок у нас потихоньку, но хорошо развивается, и нужно на будущее предпринимательство тоже понимать. Страховать даже вот от потопов и прочих моментов, да, если там от, если там серверное есть или еще что-то, оборудование, чтобы каких-то скачки там, пожаров, ничего не случилось. А вы когда вот, если в вашем случае вы купили на 200 квадратов, вам пришлось разделить его для нескольких бизнесов или только сдаете одному? Я сдаю только одному бизнесу, но я оставила себе небольшое помещение, в котором, ну то есть, для себя. Какие еще у вас есть инвестиции, кроме этого? Я вообще, если честно, я по характеру азартный человек, я хотела вот, я через брокера занималась инвестициями ценной бумаги, а потом поняла, что это не совсем мое, ну я знаю себя, например, свое поведение, и здесь я, конечно же, остановилась, просто использую там долгосрочные, там как классические, да, там аксы, налоги, срок, да. Но я сейчас поняла, что выбрала именно метод повышения доходов, поэтому для меня сейчас очень интересны венчурные, прямые, я захожу долями в различные проекты, если вижу стартапы, сама начинаю заниматься стартапами. Это вот как раз поменялось мое мышление, потому что когда в корпоративном мире, я бы никогда на такой риск не пошла, даже в цен на бумагах я там одну акцию покупала, смотрела, да, то есть, насколько у нас вот риск-менеджмент заложен, пропитано у нас, да, что… И потом, например, насчет акций, да, я вот, мне нравится отрезок с фильма, кажется, да, «Волк открыт», где он говорит, кэш берут только брокеры, а клиент висит 20 лет, ну то есть, вот, например, ты же локируешь свои деньги, ожидаешь, что через 20 лет ты кэша узел, ну то есть, возьмешь эти деньги, но ты же никаких доходов, ничего, ну то есть, дивиденды, ладно, получаешь, может быть, но в целом, классика же, брокеру ты платишь камень еще за покупку и так далее и прочее, то есть, в шоколаде брокер, да. Брокер, ему не важно, пошло вверх, пошло вниз. Да, 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 то есть, он всегда зарабатывает, да, и вот этот момент мне прям тогда щелкнуло, я говорю, все, хватит мне заниматься этими айпешками и прочими вещами. Я прям ушла в прямые инвестиции, прямые инвестиции, когда ты заходишь в долю какой-то проект, есть там два варианта, где ты вовлекаешься в операционную деятельность, а где ты не вовлекаешься в операционную деятельность, да, но я люблю вовлечение в операционную деятельность, потому что я финансист, в любом случае я хочу… Там вы смотрите на годовые дивиденды, да, какие-то? Не только, я вот раньше тоже, опять, почему, да, теория с практикой не сходятся, я-то работала в крупных холдингах, я сопровождала Merge Acquisition, дочек там, там-то, конечно, когда есть 1С база, ты проводишь аудит, дью-дил, там все как положено, все прекрасно, а малый и средний бизнес, они даже 1С не знают, что такое. И ты понимаешь, что все на словах, да, я не могу никаких метрик, чтобы сделать какую-то там оценку этого бизнеса, да, я понимаю, что от того, что он мне показывает там год у него доходы, да, оно не мочится с выпиской, не мочится, нету с РМ-системы, то есть каких-то эвиденс, ну, подтверждений у меня нету, да, и мой весь аудит рушится. Но есть понятие социального капитала, то есть, если, например, это бизнес-блогера, да, то есть есть наработанный трафик, есть потенциал в технологии, да, есть потенциал в методике, если мы говорим, это обучающий какие-то, а технологии-то когда прям, например, даже тот же общепит, у них могут прописаны быть классные там бренд-шеф, классные меню может сделать, да, технологии даже у бренд-шефа бывает снижение стоимости. Я вообще, когда об этом узнала, то есть я работала в разных сферах, я узнала о том, чтобы чизкейк там выглядел как чизкейк, используется определённые, оказывается, хитрости, да, или там, чтобы какой-то соус выглядел больше, там, 200 граммов, то есть есть какие-то нюансы. Если это классная технология, окей, я за это готова заплатить, то есть это вот на перспективу в этом случае, а просто тупо видеть финку и говорить, а, там доходы, это уже не работает. Такой вопрос, что вы скажете семье, которая послушала ваши замечательные рекомендации, но говорит, не хочу в ничём себе отказывать, не хочу не иметь, там, планировать, там, какие-то поездки, хочу жить, как хочу, по максимуму и буду просто за счёт, и буду достигать этого за счёт увеличения дохода. Вот как раз мы обсуждали же, да, проблему о том, что навыки важны. Есть клиенты, которые тратят в день 15 миллионов тенге. Представляете, есть клиент, и он ничем не отличается от клиента, который в день платит 15 тысяч тенге, потому что он просто его тратит. У него нет ни накоплений, ни финансовой цели, да, то есть деньги не важны, важны навыки. И тут то есть клиентам, я, кстати, вот приняла решение недавно, что я не буду работать с клиентами, которые просто вот уперлись. Буду работать с ними в рамках исследования, да, если они там фокус-группа, а в части там коммерческих наших взаимоотношений, пока он не получит шапалаха, это как раз декларация даст ему шапалах, инфляция прогрессирующая даст ему шапалах, ситуация в регионе, да, это всё, политическая ситуация, всё влияет на экономику страны. Это 100%, там, корреляция жёсткая. Это всё приведёт к тому, что он получит жёстких шапалаков. Это тенденция, это вот все клиенты, которые вначале говорят, не-не-не-не, приходили обратно, платили мне два раза больше, потому что, ну, я говорила, надо было там другую налоговую политику брать, да. Это, к сожалению, приведёт к тому, что человек в любом случае, если ты долго будешь сидеть на коле и на KFC, это повлияет на твоё здоровье, да, поэтому тут нужно включать немножко осознанность, а не брать детскую позицию и говорить, не, не хочу, там всё буду тратить и так далее. То есть общество или внешние факторы дадут тебе шапалаха, что ты придётся тебе фокусироваться на свои личные финансы. Бывают исключительные случаи, исключительные случаи даже среди предпринимателя, которые без СРМ, без 1С, без финансовой политики, учётной политики, без ничего прекрасно работают. То есть это какие-то вот исключения, в которых человек по наитию, возможно, там, не проходя никаких MBA, по наитию делает бизнес, но он упирается в потолок, потому что масштабирование требует уже компетентных навыков, компетентного заня, поэтому в личном семейном бюджете тоже так же есть. Ты можешь максимально стремиться много зарабатывать, но если ты не можешь, вот у казахи говорят, у тебя никаких там результатов не будет. Вы работаете с большим количеством предпринимателей в качестве своих клиентов. Расскажите о выводах, которые вы сделали, какие у вас наблюдения есть. Ну, в общем, у меня целый мой корпоративный опыт, это вот банковская сфера, долгое время я проработала в системообразующих банках, это вот именно кластер банков, too big to fail, это как раз BTA, Каскоммерсбанк, да, и потом Каспи КИЗ был. И, конечно, у меня сформировалось вот как в корпоративном мире, вот как в найме, да, своё видение, это система, это управление, это крупный бизнес, это банки у нас не все одни, это всегда холдинги, а внутри холдинга могут быть различные бизнесы, да, единицы. Крупный бизнес у нас очень классно развивается, особенно финансовый сектор, даже в то время 2000, когда даже ипотечный кризис, я, кстати, получила диплом, и случился ипотечный кризис 2008 года. Я попала прям в мясорубку, всё, что я в теории проходила, все стандарты международной финансовой отчётности, всё было на практике, это как раз BTA, разборки, всё, что там происходило, ну, то есть все, все big for сидели, то есть тогда в BTA, и я, короче, сразу попала в эту мясорубку и прошла на себе все теоретические навыки, которые мы прошли в университете на практике, и это меня очень классно, профессионально, ну, то есть прям хорошо повлияло на мою профессиональную деятельность, потому что когда меня даже хантили в другие банки, они говорили, вы прошли BTA, берём, то есть это вот прям классно играло роль. То есть крупный бизнес у нас классно работал, финансовый сектор вообще у нас активно классно развивался, я даже сравниваю с Альфа-банком, когда я работала, я видела, насколько разница с российским финансовым сектором и нашим, ну, до появления там активного развития Тинькова, наш рынок очень круто развивался, нами консультировались россияне, то есть наши финансисты ездили в Россию, сейчас мы консультируем Узбекистан, например, да, то есть крупный бизнес я видела только с положительной, крутой стороны. А потом я, то есть участвовала в команде Каспи на выход IPO лондонской биржи, то есть я была хедом IFRS-репортинга, я отвечала, то есть IFRS-репортинг — это финансовая отчётность по международным стандартам, то есть моё подразделение было ответственно за лицо всего холдинга, то есть финансовая отчётность, которую мы формируем и которую потом юзеры используют в виде инвесторов и акционеров, вот это моё подразделение готовило. То есть это очень стрессовый участок, я даже, мне психолог говорил, что у меня посттравматический синдром после IPO, потому что это 4 года там жёсткой работы и прям… То есть 4 года готовился IPO, да? Да, ну то есть это прям, то есть IPO — это такая, как сказать, это такой челлендж, в котором ты не можешь, то есть это полностью компания должна быть готова по всем своим сферам, вплоть до квалификации специалистов, которые готовят даже эту финансовую отчётность. Я делала определённый существенный участок, конечно, команда была большой, но я была причастна к этому классному кейсу выхода на IPO, на лондонскую биржу, мы все команды, всё это работали, это было, конечно же, тяжело, это было в новинку, то есть ты работаешь с аудиторами, с консультантами, есть определённые нюансы, есть требования биржи, да, то есть и ты должен этому соответствовать, то есть полностью вся операционка, внутрянка должна этому соответствовать. Вот вы были частью именно такого большого IPO, у нас предприниматели тоже нас слушают, которые, то есть мы уверены, что их компании тоже, может быть, через ближайшие 10 лет тоже выйдут на IPO. Расскажите, вот как выбирать биржу, почему это именно лондонская биржа, а не NASDAQ, может быть, сингапурская, гонконгская биржа, как выбирать биржу? Ну вот опять же, понятное дело, что некоторые рекомендации к человеку, как инсайдер, кто этим занимался. То есть с одной стороны, с другой стороны, что там нужно учитывать, какие требования есть, там ESG-требования, какие у вас требования к квалификации, там топ-менеджмента, да. Вот что должны предприниматели сделать в подготовке уже сейчас к тому, что их компания в будущем будет выходить, если она станет публичной? Я получала, кстати, ряд там запросов на консультацию, то есть в крупных компаниях, и мне достаточно было там пару вопросов понять, что вообще они не готовы. То есть элементарно даже структура финансовой службы, наличие внутренних нормативных документов, то есть я-то работала с точки зрения финансовой службы, потому что сам менеджмент выбирает, какую биржу листинговую, то есть это в рамках стратегии бизнеса. Тут, конечно, я там не имела какого-то влияния, там менеджмент сам выбирает, какую биржу, как это мэчится со стратегией компании, куда они идут, да, какой продукт будет, что и так далее. То есть это прям целая работа менеджмента. Они выбирают стратегию, выбирают биржу, а потом уже команда готовится по требованию этой биржи. И основное, первое там, вы можете даже, если вы предприниматель крупный, который хочет на IPO, просто даже вопрос, да, как вообще ваша устроена финансовая служба? Делаете ли вы отчетность по стандартам MS4? Если на эти вопросы у вас нет ответа, вам нужно ещё, не знаю, 5-6 лет, чтобы привести хотя бы, это только одна служба. А есть же другие службы, вплоть до того, там, сколько женщин в вашей компании работают, занимают они руководящие должности или нет, да, то есть там экологическая часть, социальная ответственность, там, куча других нюансов. И даже на базе вот этой финансовой службы, когда я узнаю, говорят, да, у меня два бухгалтера, там, два бухгалтера, говорят, есть учётная политика? Ну, там, скачаны с интернета. То есть было даже факты, где обращался холдинг, известный холдинг. И я понимала, что в холдинге МЭС в финслужбе на уровне, там, нету системы управления рисками, да, то есть это, система управления рисками, это не про то, что где-то сидит там риск-менеджер. Это должна быть политика, это внутренний нормативный документ, она должна работающей быть. То есть это прям огромная, колоссальная работа, поэтому все требования биржи на бирже вывешены, это можно даже поверхностно пройти. Но мне достаточно вопроса про финслужбу спросить, есть ли у вас финансовый директор, СФО, какая у него квалификация, опыт, и делаете ли вы отчётность по МСФО? Всё, этого достаточно. Если вы не делаете отчётность по МСФО? Если говорить про различные, то есть фондовые биржи, да, то есть условно, если вы хотите привлечь из Юго-Восточной Азии инвесторов, скорее всего, Сингапур, да, Европа, Лондон, если Америка, Северная Америка. Тут даже выбор MBA важен. Вот мы топ-менеджерами, когда там общались, вот я даже сейчас выбираю себе MBA, я сейчас изучаю активный китайский язык. У меня есть клиенты, которые работают с Китаем, вот у меня будет тоже поездка. И я понимаю, что если мой клиент, там, стратегический клиент выбирает Юго-Восточную Азию, я понимаю, что китайский мне важно, мне нужно углубиться туда, да, то есть потому что у них менталитет другой. И даже MBA, MBA же выбирается не потому, что я там классные лекции прошла, потому что это нетворкинг. Если я выбираю MBA там Европы, то я понимаю, что я встречусь с предпринимателями тех, если я выбираю MBA Сингапур или там Бейджин, то я понимаю, что я узнаю уже внутрянку того. То есть даже на уровне MBA топ-менеджера можно уже там, должен быть мэч с твоей стратегией. Такой побочный вопрос. В качестве совета для предпринимателей, у которых есть такая же, как у вас, экспертиза в какой-то другой, может быть, сфере, и которые хотели бы свои услуги упаковать в виде консультации, как вы рекомендуете им просить свои услуги? И это контракт с клиентом на год, на полгода. Какие правильные, как эти пакеты выстроить и как правильно, скажем так, назначить цену за эти услуги? А вообще сфера консалтинга у нас, она не лицензируется, не сертифицируется, не унифицируется. Я, конечно, в этом плане, наверное, многие говорят, вот почему тебе нужны везде какие-то правила, законы и так далее, да? Потому что, например, мне как финансисту и там прошлом бухгалтеру важен, у меня есть два закона. Налоговый кодекс и закон о бухгалтерском учёте и финансовой отчётности. Я знаю, куда что нельзя делать и что можно делать, да? То есть это важно. А в части финконсалтинга регулятора нету, да? То есть я надеюсь, что я вот в этом подкасте, кстати, много чего говорю, где я не говорила в других интервью. Надеюсь, что я создам прецедент на создание палаты, ассоциаций, которые будут лицензироваться и регулироваться. И в части финансового консалтинга в первую очередь важно подтверждение экспертизы, да? Это бэкграунд, это же там дипломы и прочие вещи, потому что я против сейчас фаст лёрнинг, там микролёрнинг, да, который три месяца прошёл. И вот, кстати, ехала к вам, видела таргет. Парень говорит, у меня нет финансового образования, не обязательно диплом финансиста, пройди мои курсы за 800 тысяч тенге за три месяца, и ты будешь, типа, зарабатывать миллион и будешь финансовым консультантом. Ну, то есть если у меня будет регулирующий орган, надо его блокнуть, потому что его финансовое консультанство может стоить каких-то там чреватых вещей, да? И в части формирования финансовой консультации, это как в любом бизнесе, ты делаешь ресерч, анализируешь рынок, потому что в первую очередь твоя цена формируется от рынка. Ты не можешь только, если у тебя есть какой-то прям value proposition, где я там ставлю мой час-миллион тенге, да, какая-то там прям исключительный человек, то, например, Турлов, наверное, консультацию может продавать за пять лямов, да, к примеру, или там ещё дороже, да, потому что человек известный, это крутой бэкграунд, ему не нужно диплом показывать, чтобы продавать свою консультацию за большие суммы денег. Он и не будет, наверное, продавать свои консультации, чтобы его время дорого стоит. Поэтому ты сперва делаешь market research, смотришь, какие консультанты твоего уровня, какую цену ставят, и в рамках этого начинаешь свой консалтинг. Я свой консалтинг начала бесплатно, потому что ты должна методику консультирования откатать. И что касается, например, разовых консультаций, то есть project-based, process-based, да, проектно ты можешь консультировать, если мы говорим бизнесы, да, по конкретному запросу. Если тебе клиент приходит и говорит, ну, я не знаю, у меня хаос в финансах, это проблемный кредит, ой, клиент, потому что он приходит и говорит, у меня проблемы в финансах, я ничего не знаю, у него нет конкретного запроса. И он будет завтра негативить и говорит, а я думал, ты сделаешь мне X2. Финансист не может напрямую влиять на доходность, да, он приводит бэкграунд, ну, то есть бэк в порядок, бэк-офис, да, фронт-офис должен деньги приносить, да, он тебе там риски закрывает, и при этом, и ты должен тогда для себя определить, если приходит клиент к конкретным запросам, я хочу формировать учетную политику, чтобы мой бухгалтер не косячил там по налогам. Конкретный запрос ты оцениваешь и говоришь, три месяца работы, и с ним заключаешь контракт. Если клиент говорит, у меня есть клиенты, которые говорят, я целый год хочу обучаться финансам, но на примере сделок моей компании. Мы тогда с ним делаем, ну, вот как там обучающие там встречи, да, на год заключаем, и каждый там месяц, четыре раза мы с ним встречаемся, я даю консультацию, фидбэк, и он говорит, я не понимаю, мне бухгалтер принес документ, я его не понимаю. Я могу там же ему дать лекцию, что за этот документ, да, то есть это в таком случае. Есть консалтинг физических лиц. Я к чему сейчас пришла? Все мои финансовые консультанты, которые будут работать в рамках моей компании, мы поняли, что разовые консультации, если человек приходит, у меня хаос в финансах, я ничего не знаю, мы его подсаживаем под подписку, либо же на долгосрочный, потому что мы видим, что человек должен после нас определиться, в чему он нужно, и это вот что-то долгосрочное. А если клиент приходит и говорит, я хочу купить машину в кредит или там налом, то это уже там в рамках одного часа ты можешь ему этот вопрос решить. То есть понятно, получается, есть целая вселенная, либо часовой консультации, либо проектная три месяца, либо процессная, может длиться годами. Да, и здесь очень вот опасная вещь, потому что могут негативы быть. У меня есть свечного опыта, то есть у меня клиенты негативили, не понимали, причём я с известными клиентами, у меня было прям, у нас конфликт случился. Зачем? Потому что он, например, заказал аудит, я такая по умолчанию запонимала, ну все же знают, что такое аудит, да? Аудит, он даёт рекомендации, плохо, хорошо и так далее. А исправляешь ты сам, ну то есть это любая процедура аудита есть, а человек понял, что я должна повлиять на прибыль, на ещё что-то, то есть этот кейс был классным для меня, поучительным, что там, слушай, они все знают вообще, что такое аудит, что такое официальный, я провожу неофициальный аудит, потому что официальный аудит у нас лицензируется. Поэтому здесь коллегам хочу сказать, что нужно быть осторожным, но формирование цены, это вот бесплатно, а потом от 5 тысяч, 15 тысяч, но сейчас у меня час консультации стоит 100 тысяч тенге. Это вот независимо, какой вопрос вы придёте, даже есть люди, которые просто поболтать приходят, но ты платишь деньги. Просто нужен компаньон для беседы, да? Как вы оцениваете финансовую грамотность предпринимателей в Казахстане? Кстати, вот сейчас то, что я занимаюсь, я в большей степени работаю с предпринимателями, физические лица, это у меня больше как исследовательское, наверное, такое вот, то, что мне нравится, оно вряд ли мне больших денег приносит в моём портфолио, да? Это вот про мой инстаграм. Ну, вообще, мой инстаграм называется Kuniki Finance, я позиционирую себя Kuniki Нурлан в СМИ, но моё настоящее имя – Игирим. Это вот как раз из-за того, что я работала. Прошли столько времени подкасты, я такая – я, Игирим, да? Это у меня связано с тем, что я начала свою публичную деятельность ещё будучи сотрудником банка, и, понятное дело, для банка в рамках владельца инсайдерской информации важно, чтобы его сотрудники не вели такую активную публичную деятельность, потому что всё, что я там транслирую, могут воспринять как трансляция от лица компании. То есть в этом плане я полностью понимаю и службу безопасности, и HR, которые мне говорили о том, что please, calm down, не надо так пиариться и так далее и прочее. Поэтому у меня появился псевдоним Kuniki Нурлан. Kuniki – это древняя казахская сказка. У нас, да, Kuniki, связанная с солнцем. Мне показалось это такое, ну, классное имя. Нурлан – это имя моего отца. Я себе взяла псевдоним Kuniki Нурлан, но я не ожидала, что она у меня распространится в таком ключе. Все мои компании называются тоже Kuniki Group, Kuniki Finance. Когда ваши клиенты и ваши знакомые обращаются к вам, когда Kuniki – это нормально? Да, то есть я… Или лучше Агерем, как правильно? Если с Инстаграма, там, со СМИ, вот с таких площадок все обращаются к Kuniki, я уже привыкла. А если ко мне обращаются там Агерем Нурлан, я понимаю, что это мои слушатели MB, да, либо мои коллеги с… То есть здесь уже я сразу понимаю, кто как мне обращается. Но сейчас уже больше, конечно, уже идет как Kuniki Нурлан. Я уже начинаю задумываться, а как мне теперь дальше позиционировать себя? Я не знаю, мне нужна, наверное, консультация пиарщика, потому что уже и в моей профессиональной сфере тоже начинают воспринимать как Kuniki. И немножко такой вот… Потому что я же ушла с банка, но я в любом случае в тусовке хожу, наших финансистов, банкиров, и вот я не знаю, как мне представляться, да? То есть… И есть такой вот небольшой такой… Ну, ваш псевдоним, по-моему, уже в своей жизни живет, и, наверное, он все-таки затмевает потихоньку ваши настоящие паспорты. Да, затмевает, да. Хорошо. Ну, вот как вы оцените финграмотность наших поднимателей? Вот как только я ушла с банка, получается, я начала работать с малым и средним бизнесом, и я тогда впервые… Вот как мы оцениваем, там, крупный бизнес, да, он у нас такой грамотный, классно развивается финансовый сектор. Я попадаю на работу с малым и средним бизнесом, то есть приходят ко мне клиенты, я просто в шоке, потому что я сразу вижу о том, что малый и средний бизнес вообще очень далек от крупного бизнеса, абсолютно не в курсе, там, о законодательстве, о понимании, не знают различия бухгалтера, финансиста, не ведут бухучёт, или за 20 тысяч тенге нанимают бухгалтера и требуют от него, там, не знаю, чуть ли там финансовой стратегии, 20 тысяч тенге, то есть доверяют свою, там, штрафы могут прилететь на 200 миллионов, а предприниматель 20 тысяч тенге, там, какой-то бабушке платит, который, может быть, даже не имеет компетенции бухгалтера, даже официально с ними взаимоотношения не регистрирует, потому что как сдаст этот человек отчётный, зависит в дальнейшем твои, там, штрафы и санкции, ну, то есть штрафные моменты и в дальнейшем твои риски по налогам. И работая с малым и средним бизнесом, я поняла к тому, что представитель бизнеса – это тоже физлицо, и это физлицо тоже имеет степень финансовой грамотности. Если у него бардак в семье, у него бардак в бизнесе, то есть он ещё не воспринимает, что деньги компании – это деньги компании. Они могут прийти на кассу, снять деньги, оплатить в садик своей дочке, взять с денег, там, компании, оплатить за продукты. То есть абсолютно непонимание, неуправление личных финансов и финансов бизнеса. И здесь мы понимаем, что я долгое время мучилась с малым и средним бизнесом, работала с ними в плане объяснения, что такое бухучёт, почему тебе нужен не там, не аутсорс, а прям хотя бы аутстав или в штате бухгалтер, почему это важно, почему нужно ему платить 300-500 тысяч, потому что риски там аллокированы, а ты хочешь за 20 тысяч тенге там снизить. То есть у нас тенденция такая, что и сами бухгалтера тоже демпингуют на рынке за 5 тысяч, за 10 тысяч и создают тоже мнение о бухгалтерской службе, что это не важно, хотя это первоочерёдно важно. Ты можешь сто раз делать крутой маркетинг, считать различные KPI посадочных столов, крутой сервис делать, там, ТикТоки снимать, рилсы, но если у тебя не прикрыто одно место и придёт налоговая, всё не важно. И был кейс, когда предпринимательница открыла общепит, всё круто, красиво, дизайн, сервис, бренд-шеф классное меню сделал. На кассе, получается, у них кассир-бухгалтер некомпетентный, отчётность, неправильное отражение, 60 миллионов штрафов. Всё, закрывается общепит. То есть эти риски, это первоочерёдные. Что происходит, кстати, при банкротстве, при открытии будущих бизнесов? Ну, смотрите, банкротство у нас, как такового процесса, это довольно существенный, но когда штраф происходит, предприниматель просто приостанавливает или закрывает ТОшку. Но потом он может, ну, то есть если он не выплатит штраф и так далее, то есть у него будут проблемы с открытием нового юридического лица. То есть пока он не выплатит 60 миллионов, он следующее юридическое лицо открыть не может? Ну, у него будет выходить, то есть, конечно, он может открыть, быть долевым, то есть у нас законодательство это даётся, но в любом случае уведомление с налоговой будет приходить, то есть это блокировка счёта, он не сможет банковский счёт открыть, то есть это последствия есть большие. Поэтому предпринимателям я хочу прям строго сказать, первоочерёдно, приоритетно, вы должны закрыть свой тыл в части бухгалтерского налогового законодательства. Бухгалтер и финансист это ключевая позиция в компании. Да, они не приносут вам деньги, но они вам сохранят эти деньги. А в последующем уже могут приумножить. А потом хочешь там маркетолог, рилсмейкер, что хочешь, всё делай, главное прикрой свой тыл. И вот я, когда работала с малым и средним бизнесом, я столкнулась с проблемой как раз с конфликтами, что человек не понимает, что такое аудит, не понимает, почему я требую компетентного бухгалтера, не понимает, что я требую ввести 1С базу, документы приносить, вот там закрывашки, все же вот такое, зачем опять просят закрывашки и так далее. То есть первичная документация, то есть эти все моменты важны. Или там, какой у тебя налоговый режим? Вот, например, если владелец ТО не может мне ответить на вопрос, какой у него налоговый режим, считай беда, это зависит, какие ты налоги платишь, что ты можешь, что ты не можешь делать. Я занимаюсь консалтингом, я не имею применять специальный налоговый режим, упрощенку. Я не могу платить 3%, потому что я консалтинг, потому что есть листов этих экземпшенов, которые не могут применять этот режим. Это уже про знание, откуда вы, например, можете об этом знать, да? То есть есть какие-то различные нюансы, и как стратегию выбираешь, нужно выбирать еще и налоговую, стратегию, политику. Поэтому прежде чем открывать бизнес, ты должен приходить к консультанту, к налоговому эксперту, финансисту и так далее. И, кстати, проблема большинства моих коллег, которые ведут Инстаграм, курсы, консультируют, у них нету бэкграунда в области налогов и бухучета. Они могут просто там финансы рассказывать. Там, конечно, могут быть аллокированы риски, но именно в Казахстане первоочередно нужно начать с бухучета и налогов. И только после этого можно там что-то выстраивать, да? Части там финансов и прочего. И вот малый и средний бизнес у меня столкнулись такие конфликты и прочее случилось, где не было понимания с их стороны, зачем это нужно. Я человек с корпоративного мира. Я там даже протокол встреч веду. Они даже не знают, что такое протокол встреч. Ну, то есть, что вот была встреча, участники, тра-та-та, да, там мемо, да, какое-то. Даже в этом плане я поняла, что введение даже, отсутствует корпоративная почта. В WhatsApp пишут там, оплатите счёт или там ещё что-то. Ну, то есть, я-то с корпоративного мира немножко, у нас же всё по умолчанию это происходит. Ты понимаешь, что есть процессы уже выстроены. И это было для меня прям шоком. Но потом я так посмотрела, говорю, это крутая ниша. Большинство моих коллег нос воротят от мелких бизнесменов, типа, ой, они не понимают. Вот, кстати, скептицизм и поведение финансистов, это вот очень оценочные суждения, высокомерие. Я там закончила Лигу Плюща, у меня там ACCA полный комплект, я там CFO в пятом поколении. Ну, это я сейчас явно вижу от своих коллег. Я хочу в целом потом ещё и повлиять на то, чтобы у нас будет комьюнити, в котором я буду влиять на то, чтобы они были проще. Мы не можем сейчас на одном языке разговаривать с МСБшник, который не знает, что такое Big 4. Я когда познакомилась с мужем, он не знал, что такое Big 4. Я такая, ты не знаешь, что такое Big 4? Ну, технарь, он мне недавно тоже рассказывал, говорит, ты помнишь, ты мне сама так делала? Потому что мы в своём танке живём, и нам кажется, что все вокруг всё знают, и IPO, и биржи, и там, и МСФО, и все стандарты, и так далее, да? И это вот про то, что вот как раз гарвардское исследование было в 2011 году, что новый скилл менеджмента это адаптивность и гибкость. Я начала адаптироваться под малый и средний бизнес. Я начала заходить с другой стороны. Я говорю, хорошо, не будем вести протокол. Не надо. Хорошо, 1С непонятно. Хорошо, Бог за 150 тысяч. Давай глянем. Я начала заходить уже в обучение предпринимателя. Закладывать в него, то есть либо через страх, тебе прилетит сейчас штраф, если ты не это сделаешь, либо через там другие пути, смотря какой тип личности у предпринимателя. И это начало давать плоды. И клиенты, которые за ним долгий срок, они потихоньку, не сразу приходят к тому, что они уже с кассы деньги не берут. Они уже понимают, что у них личный бюджет. Они понимают, что будет декларация. Они прежде чем что-то делать, могут консультироваться у наших специалистов, либо у меня. А можно так делать? Я должен платить налоги или нет? Я могу принять этого сотрудника официально, либо ГПХ, ну то есть трудовой договор или ГПХ. Есть какие нюансы? То есть перед каким-нибудь менеджмент-решением он уже спрашивает у Буха, у финансиста, не возникли дополнительных обязательств. Как ваша аудитория росла? Какие инструменты, скажем так, какие, может быть, посты или рилы, которые приводили, на ваш взгляд, приводят к росту аудитории? Что работает, что не работает? Вообще у меня огромное количество аккаунтов. Сперва я была Эгерим, я его полностью закрыла. Потом я была Куники и Нурлан, где просто показывала котиков, там жизнь, немножко советы давала. Куники и Нурлан у меня вырос до 24 тысяч. Потом я узнала, что такое гивы. Мне было любопытно, я пользовалась. И возросло там до 50 тысяч подписчиков. Потом я поняла, что гивы – это плохо, там какие-то странные люди. Ну, то есть, потом появляются вот эти ребята с ниш, и они мне говорят, давайте там откроем новый аккаунт. И мы получаем вот текущий аккаунт, который есть, Куники и Файна. Не жалко было закрывать 50 тысяч аккаунтов? А я его сейчас, кстати, заново разархивировала, я вот объясню, почему. Я его заморозила, тот старый аккаунт. Почему? На тот момент, в 2019 году. Ну, потому что силы же уходят, невозможно же два аккаунта ввести. И в 2019 году открываю новый аккаунт, Куники и Файнанс, где чисто экспертиза, то есть никаких там котиков и так далее, чисто вот про финансы. И он у меня за год растет до 10 тысяч, самоорганично, за счет рекомендаций и так далее. Мы делаем запуск, чуть-чуть пробуем таргет, рекомендации у блогеров. Сейчас он у меня в 30 тысяч, то есть это с 2019 года, он у меня, или с 2020 года, я помню. То есть примерно вы растете 10 тысяч в год? Да, ну то есть у меня потому что не агрессивный. Я вообще очень мало вкладываю в Инстаграм, хотя это неправильно. Вот я потом поделюсь типсами, которые мне вот блогеры говорили, что это прям целый же бизнес, что этим нужно работать. И недавно я заново разархивировалась твой старый аккаунт, потому что сейчас на меня начали подписываться люди, которые для меня являются авторитетами. Есть люди представительства с министерств, это уполномоченные органы, это зампреды, топ-менеджеры, ну то есть определенные люди, и как бы немножко будет неудобно, если я там буду танцевать, показывать своих котиков. Я решила лайф перенести на свой старый аккаунт, где там спокойно, потому что у меня бывает там, аудитория может спросить, вау, а где вы купили эту кофточку? Я буду там три истории рассказывать про кофточку, а меня там читает там заместитель, представитель управления. Получается, у вас будет профессиональный аккаунт Куньки Финанс, и Куньки Нурлан, это будет ваш личный аккаунт. Да, я его обозвала Куньки Лайф. Куньки Лайф, там будет ваша жизнь. Да, и я туда решила еще, что все хотят рекламировать, давайте туда. А здесь я буду дозированный давать, но блогеры мне сказали, что это ошибка. Они говорят, что нельзя только эксперт навести. Люди должны... Ну почему у вас, говорит, блок рос? Потому что вы там показывали котиков, вы показывали, что вы живой человек, а сейчас вы опять будете, говорит, выпендриваться и показывать, что вы там финансист, лишь бы потому, что там какие-то авторитеты будут смотреть ваши сторис. В этом, наверное, доля правды есть, но я пока еще психологически не готова. Понял. Какие еще рекомендации у вас есть из вашего опыта общения с блогерами? Как вести правильно свой Инстаграм? В первую очередь, это нужно быть обязательно целью Инстаграма. То есть она должна... Не должно быть просто лайф ни о чем. Если это про финансы, то ты ведешь про финансы. Второе, это должна быть фишка. Моя фишка была в том, что я больше такой творческий финансист. Это моя одежда, это мой образ жизни, ты какой-то передаешь лайфстайл. Третье, это нужно делать план. То есть обязательно должен быть план постов, рилсы и следовать трендам. Например, сейчас у меня последний рилс, который набрал почти 500 тысяч просмотров. Конечно, я хотела, чтобы он набрал проэкспертную часть, но это был просто опрос двух кархазстанских блогеров, где я спрашивала у них вот те же вопросы, которые я вам задавала. У них спрашивала, есть ли накопление и так далее. И вот он набрал 400 тысяч. И вы показывали диагноз в конце. Три из пяти. Вот я хотела так показать, но у меня там, оказывается, есть еще duration этого рилса. Оно не должно быть. Ну то есть у меня сейчас мобилографы есть, они все это смонтировали, но они ставили галочки, типа тынг-тынг там. Да, нет, да, нет. И вот этот рилс у меня набрал 500 тысяч, и опрос с блогерами тоже набирает хорошие просмотры. Какая у вас, какая частота у вас публикации, сколько вы стремитесь опубликовать постов и риллов в неделю? Есть ли у вас какой-то план? Да, каждый день должны быть рилсы. Сейчас это каждый день. Вот вчера ночью я выложила еще один рилс. Сегодня, например. И, например, мы вот с вами снимаем. Это вот бэк должен обязательно мобилограф сегодня сделать и сегодня же выложить, да? Как вы выбираете тему для ежедневной? У вас есть план, контент-план на всю неделю? Вообще у меня контент-план по постам есть, но, к сожалению, сейчас посты уже не работают. То есть только рилы? Да, теперь я уже рилсы, но я в любом случае хочу вернуться к постам, потому что это важно. И какие-то важные же вещи пишу, например, в декларировании, там еще налоги и так далее. Но сейчас мы рилсы делаем, например, там, не бери продажи на Каспи Голд, там, налоговая за тобой бдит. Я еще немножко делаю в смешном варианте, там, про налоговую, где нужно, там, показывать артистизм. И вот такое, кстати, набрало мне 70 тысяч просмотров, нежели я вот так сижу и говорю, налоговая придет за тобой, да? То есть прям ваши рилы, это... Адаптация креатива и экспертности. Это получается большое количество видео, где вы в том числе как-то играете и потом все это монтируете. Да, ну то есть это я сейчас пробую. Я не скажу, что я там прям круто какие-то танцульки делаю, но я вот потихоньку к этому иду, потому что контент потребляют сейчас люди с точки зрения развлекательного контента. То есть если резюмировать, ваша вселенная проекта выглядит следующим образом. У вас есть консультационный бизнес, у вас есть обучающие курсы, да? Да. У вас есть... Что еще? У меня есть финтек. То есть сама по себе компания, вот что самое интересное, я не стала заморачиваться, у Каспи есть Каспи Групп, я сделала Кунике Групп. Внутри Кунике Групп у меня есть Кунике Finance Education, которая состоит из финансологии, которая делится на финансология база, финансология про и финансология бизнес для предпринимателей. И, то есть финансовый советник обучения. То есть все обучающие курсы, я еще тренинги провожу, еще будет финансология китс, то есть там у него большая стратегия есть. Это Кунике Finance Education. Это образовательный бизнес, да? Есть у меня еще Кунике Консалтинг, который делится на консалтинг B2B и B2C. То есть это мои адвайзеры, это те, которыми мы занимаемся. У меня еще есть Кунике Аккаунтинг, мы занимаемся бухгалтерским аутсорсом, то есть у меня есть партнер, с которым мы занимаемся как раз вот налогом, бух, аутсорсом. И у меня есть еще Кунике Диджитал, это вот стартап, это три приложения, которые делают. Приложение не мобильное, а вот есть, которое для B2C, B2B и как раз education platform, потому что я, если честно, грубо говоря, задолбалась платить гид-курсу, поэтому я сейчас, мы разрабатываем, то есть я вошла в партнерство, у меня есть партнерство, CTO, это вот компания на рынке очень давно, они вот Кунике Диджитал мы... То есть вы планируете зарабатывать на подписки с Кунике Диджитал, да? Да, подписки, и в целом, то есть это вот, это как раз платформа, которая будет обслуживать все мои бизнесы. Ну то есть без IT-шки сейчас никак, ну то есть это однозначно. И, конечно же, Кунике Finance Lab, это вот то, что мне хочется заниматься, это вряд ли оно монетизируется, это исследовательская часть. Мы, я уже разговаривала с университетами, мы заключили контракт с Алмайю, но у нас пока не идёт Кунике Finance Lab, потому что я ищу спонсорство. Дело в том, что Кунике Finance Lab, даже те же эксперименты, которые я хочу провести, это же требует денег, а это деньги просто в никуда, ну то есть просто в исследовании. Это оно не даст никакой монетизации, поэтому я сейчас участвую в грантовых проектах EBR, АБР, World Bank, везде подаю, пока ещё мы нигде не выиграли, но я не хочу начать там с маленьких сумм. Я хочу массово получить классный грант, хочу набрать команду исследователей и делать этот эксперимент, сделать классные статьи, а потом вывести метод Кунике и прям, то есть я знаю, вот наверное, что я себе ценю, да, я так скромная, я знаю свой конечный результат, куда я стремлюсь, я знаю стратегию своего бизнеса и когда я выстрою эту экосистему, у меня уже сейчас выстроены политические амбиции, я в этом ключе изучаю вопрос, я к этому двигаюсь, я даже в своём инстаграме периодически об этом говорю, я даже фотографию делаю, ну если вы будете потом меня фолловить, увидите, я даже использую вот эту галочку, голосую. А как выглядит ваша политическая амбиция в данный момент? Министерство финансов? Нет, я хочу действительно поучаствовать в гонке за президентом республики Казахстан. Это в каком году будет? Я думала, что вот следующие выборы, но я понимаю, что оценивая реальность сейчас политической ситуации, я думаю, что это будет, наверное, когда мне, ну по конституции должно же быть больше 40 лет, вот, я понимаю, что это в ближайшие там 15-20 лет возможно. И я рада, что я про это думаю сейчас, потому что всё, что я говорю, даже поддержка малого и среднего бизнеса граждан, то, что я даже, знаете, хочу сформировать свою идеологию, вот казахстанцы через сторис говорю, ребята, давайте начнём хотя бы просто стекло сдавать. Я им показываю каждый раз, как я несу это стекло в этот центр издачи. Я им показываю, говорю, вот мы пошли в Старбакс, все оставили свои, ну вот я люблю Японию, я там постоянно бываю, там вот японцы, корейцы, они же с собой всё это убирают. Я это транслирую, говорю, давайте уберём, давайте уберём. И вот даже недавно мы проводим лекцию в КБТУ, да, ребята начиркают на доске и всё уходит. Следующий преподаватель приходит, вообще не подготовлена аудитория. Я прям хочу ввести практику, традицию, то есть вот эти мелочи, ценности, которые я несу, это и есть база, фундамент той программы, которая будет в моей, ну то есть в предвыборной гонке. Все мои продюсеры, ассистенты, мобилогреры, абсолютно все знают мою конечную цель. Я им об этом говорю на собеседовании, мой продюсер знает, и она даже, фотосессия, даже мой стилист, когда мы делали фотосессию, у моей есть фотография вот так, мы эту фотографию используем, она как предвыборный плакат, например, да, и все равно... Это вот как Обама, хоп, да, когда он смотрит в сторону. И я периодически, каждый месяц эту фотку выкладываю, и там есть галочка, которая зеленая, то есть она психологически уже электорат готовит, да. То есть я пришла к этому не просто так, я консультировалась с пиарщиками, у меня есть политический ментор, я изучаю эту среду, я знаю, что я живу в патриархальном обществе, я знаю, что вероятность того, что женщина станет президентом низкая, я это все прекрасно понимаю, и это не так, что вот просто тупые амбиции выкинуло, как... Да, это я все постепенно подхожу, и я помню кейс Каспия, о том, что можно какой-то сделать аутсандинг, ну, то есть какой-то инцидент, прецедент или там создать, даже исторически, если по аналитике это невозможно, а почему бы нет? Откуда источник этой амбиции у вас? Это у вас детство? Да, я... У меня нет детей сейчас, мы... Я замужем в семье, но я постоянно знала, что я человек карьеры, и вообще я состояла в молодежном креде политической партии, ну, не буду его озвучивать, и мой двоюродный дедушка, Абдильный Сирк Полсон, который подписывал конституцию, оппозиционером был, и хочу я этого или нет, в детстве я росла в среде, где говорилось про политику. Мой дедушка, это мой ролл-модел, его сейчас с нами нет, но вот очень сильная личность, которая вот заслуженный бухгалтер, заслуженный финансист из Казахской СССР, долгое время я работал главным бухгалтером совхоза, и в детстве он меня всегда брал на вот эти собрания, вот мне было 5-6 лет, и вот эти выступления, я, то есть, уже могла... Вот из ГАЗ-52, да, вот машина, и в АУЛДА всегда на него делали это как концертная зона, ну, просто это убирали, ставили, это была сцена, я ещё с детства выступала, у меня музыкальное образование, я играю на пианино, я выступала либо ведущей, играла на пианино, то есть, я всегда работала с публикой, я всегда почему-то с детства знала, что я буду работать с населением, у меня есть какая-то миссия, и впервые, вот в 14 лет, когда я ехала в автобусе 35-го номера в городе Симпалатинск, я тогда написала стихи, я помню, и... ну, я всегда была такой творческой личностью, хотя у меня там специализация финансов, я тогда почему-то для себя осознала, что есть какое-то предназначение моё. Я атеист, ну, может, даже немножко агностик, да, я не люблю вот эти эзотерические вещи, да, но я всегда чувствовала и понимала, что я должна нести пользу, и твёрдое осознание того, что я пойду в политику, попробую, получится, не получится, я должна ввести там какой-то импакт населению, что-то должна оставить за собой, помочь людям, я поняла после январских событий, когда, то есть, видите, я финансист, да, мы всегда там за деньги, да, мы, то есть, работаем, у меня есть должность, у меня есть хорошие скиллы управленца, и случается январь, то есть, то есть, для меня неожиданно я организовываю волонтёрское движение, потому что у меня был интернет, то есть, было интернет у многих, но большинство массы же, интернет же отключился, я сижу, у меня есть интернет, я вижу в инстаграме, что никто не выходит, у вас случайно был интернет, или вы что-то специально сделали? Нет, это случайно, я считаю, но у меня вообще муж связист, он говорит, у нас там Wi-Fi, у нас заранее всегда был VPN, то есть, это не потому, что мы готовились, то есть, он у меня такой техногик, постоянно что-то у нас всякое есть, и у нас был интернет, но я так потом поняла, что в принципе в нашем блоке ЖК, кажется, у многих был интернет, это просто может быть даже совпадение, я подключила VPN, я выхожу в инстаграм, и вижу, что мне пишет, у меня очень много знакомых, которые за границей, и у меня пишет человек, говорит, я застряла в Москве, не пойму, что происходит в Казахстане, я в шоке, скажи, ты одна единственная сидишь в интернете, в инстаграме, что-то постишь, а я постила, прям говорила, вот у нас закрыли территорию, я слышу звуки и так далее, я пеку хлеб, потому что хлеба нету, ну то есть, какие-то вот эти моменты писала, и потом он передаёт другим, и всё комьюнити, кто застрял в Москве, кто застрял ещё где-то, да, заграничные начинают мне писать, говорит, позвони маме, а работала такая связь, ну то есть, интернет не работал, а можно было позвонить, позвони маме, скажи, что со мной хорошо, пусть никуда не выходит, я начинаю обрабатывать эти звонки со своего, а потом понимаю, что, блин, а таких же много, я пишу в инстаграм, ребята, кто в инстаграме, переходим в телеграм-канал, я сейчас создаю канал, волонтёрское движение, да, вы должны мне помочь, и у меня сразу же мои менеджмент-скилзы, я настолько, у нас было 3000 волонтёров, я создала штаб, я даже нашла ребят, у нас был IT-штаб, штаб психологов, штаб кураторов этих волонтёров, то есть, у меня сразу включились, как вот я в работе делаю, вплоть до того, что давайте делаем, ну то есть, там были ребята основные, которые мне помогали, мы с ними прям делали колл с утра, что у нас происходит, какие звонки поступают, давайте так-так, откуда ещё деньги брать на эти звонки, да, то есть, большинство вот этих 3000 волонтёров, это были те, кто за границей, и то есть, мы ещё даже нашли приложение, через которое можно совершать, например, студент сидит в Польше, он может через приложение звонить на номер казахстанцу и передавать, и знаете, к чему даже мы пришли, был парень, который в Гугле работает, он нам сделал телеграм-бот, мы настолько даже автоматизировали за пару дней, у меня там база, больше 7000 звонков, я понимаю, что там, я законодательно понимала, что они передают данные, но там не про это было, ко мне начали выходить огромное количество СМИ, Guardian, Euronews, просто все, я где-то не говорила, то есть, для меня это было не нужно, а потом волонтёры говорят, скажите, почему, ну то есть, и мы вот так вот выступали, там, ну не выступали, а рассказывали, как всё это происходит, нас поддержали крупные инфлюенсеры, блогеры, которые за границей, и таким образом мы просто были колл-центром Казахстана на тот момент, обрабатывали огромное, связь с внешним миром, да? Да, даже, представляете, нам звонили медики, вот звонок, который меня шокировал, позвонила медсестра, то есть, как происходит, не звонок, телеграм-бот, поступает заявка, мы там всё организовали, поступает заявка, эта заявка попадает волонтёрам, есть кураторы, которые регулируют, ответили, не ответили, и говорит, вот такая, там прям пишут, имя там, Мадина, ищу такого-то, прошу позвонить такому-то, сказать, что всё хорошо, и они оставляли месседж, я прям рыдала от всех этих месседжей, там же пишут, типа, дорогая, всё хорошо, я там, это-та-та-та, или там, окей, да? И мне медсестра оставляет заявку, полицейский в коме, нету данных, нужны родственники, в тяжёлом состоянии, только какие-то серьёзные сообщения приходили ко мне, и вот нужно понимать, что мы не приученный колл-центр, абсолютно, я головой понимаю, что у меня там ребята, которые активны, у нас было 10 волонтёров, основных, да, кто штаб создал, с айтишниками коммуницирует, и там была девушка, там, и она вот с психологом, она говорит, нам нужны психологи, мы берём волонтёров-психологов, потому что нашим ребятам с колл-центра было плохо, и мы не знаем, как там, понимаете, там могут орать, материться, плакать, и вот эти тяжёлые эти направляли мне, как бы мы смотрели, как, что происходило, я сразу же брала в работу и выставляла в инстаграме, просила блогеров, показывали данные, чтобы отзовитесь, родственники, мы ищем, там, и так далее, то есть, вот я сейчас говорю, у меня прям этот, флэшбеки, и мы двое суток не спали, я помню, и тогда помню, мне пишет знакомая, говорит, у меня тоже есть интернет, но, Игерим, я в шоке, тебе что, делать нечего? Почему ты это делаешь? И тогда я задумывался, почему я это делаю? Может, я какая-то там, не знаю, для чего я это делаю? Может, я медальку хочу или ещё что-то? Ну, то есть, я начала себя рефлексировать, спрашивать, я говорю, слушай, Игерим, ты всё время думала о том, что ты про деньги, ну, что я хочу там зарабатывать, хочу там про бизнес, про финансы, а ты помнишь, что с детства ты хочешь не про деньги, а про что-то вот существенное? И вот тогда что-то щёлкнуло, тогда я поняла, что, блин, я же сейчас тоже это делаю, то есть, я могла тоже сидеть дома, как вот моя знакомая, ну, и ничего не делать. Нет, я ушла туда, это слёзы, это тяжело, это вот организация, ответственность, я ещё и понимала, что после, ну, я же как финансист, юридический, вот эта всё база, куда она денется? Я встречалась с Атамикеном, говорила, может, вы заберёте базу, или вот эти телеграм-боты классно разработали, может, используйте для каких-то благих целей, там у меня целый телеграм-канал, 16 тысяч казахстанцев за границей, да, то есть, это же всё нужно, мы потом сделали какую-то аналитику, ну, это я с точки зрения своей там компетенции, да, но я понимала, и поняла, что всё-таки, оказывается, если у меня эти навыки есть, если я могу людям помочь, давай хотя бы в сфере финансов, я буду в этом дальше двигаться. Я хотела финансологию всем бесплатно, но я потом поняла, что люди бесплатно не потребляют информацию, это однозначно. Я поняла, что я должна попробовать себя именно в госслужбе, а само название госслужбы это служение народу, и попробовать изменить, внести какую-то ценность, идеологию, свой лайфстайл для того, чтобы в Казахстане что-то изменилось. Изменения большие на уровне страны. Да. Я знаю, что таких, как я, много, но большинство экспертов не хотят идти туда, потому что они говорят, система меня съест. И поэтому я, если вижу таких же там, как я, которые хотят, но боятся, хочу вот создать целую свою команду, с которой мы попробуем это сделать. Отлично. А одна из наших традиционных последних рубрик, топ-3. Три книги по финансам, которые вы рекомендуете. Кстати, вот это, наверное, частый вопрос, который мне задают, но я всегда рекомендую книгу финанса Ильяса Вомельникова. Это наш профессор с нархозом. Он сейчас, конечно, на пенсии. Это книга, которую я до знакомства с профессором читала. Она мне очень нравится. Я абсолютно всем своим слушателям всем рекомендую финансы Ильяса Вомельникова. Может быть, она будет тяжела, но в целом ее можно читать. И второе, я обязательно рекомендую налоговый кодекс, потому что понимание налогового законодательства это очень важно, так как это слушают у нас предприниматели. И я его просто очень сильно рекомендую, чтобы его просмотрели. И третье, любая книга по финансовому менеджменту, которая является учебным пособием высшего учебного заведения. То есть именно вы открываете книгу Финмен, если там зарекомендовано МОН РК или МОН, ну то есть РФ, как учебное пособие, финансовый менеджмент и вот эту книгу. Понял. Ну явно не перед сном это все это нужно читать. Да, да, да. А может быть, не перед сном. Да, это тяжелое чтиво, но я только такое рекомендую. Три художественных фильма про финансы, которые вы рекомендуете всем посмотреть. Это может быть не про финансы, но мне нравится фильм «Всегда говори да». Я его периодически пересматриваю. Это про разрыв шаблонов, про то, что ты должен идти к чему-то новому. «Всегда говори да». Второе – это «Игра на понижение». Да. «Волк с Волл Стрифт», чтобы понять, как работает система именно больших денег, инвестиций. Ну вообще, у меня здесь большой лист идет. «Игра на понижение» это «Биг Шорт»? Да. А, окей. Вот. И сериал «Миллиарды». Я его очень люблю. Сериал «Карточный домик» и фильм «Власть». О, супер. Документальные фильмы есть какие-то? Документальных фильмов. Есть, кстати, вот Netflix про финансовую грамотность. Финансовый интерс был. Вы посмотрите, даже просто наберете фильм «Грамотный Netflix», он выйдет. Они как раз показывают документально как вот то, что я хочу эксперимент делать. «Игра на понижение». Да, я не помню название, но это было именно про финансовую грамотность, как они управляют своим семейным бюджетом и там адвайзеры им помогают. То есть документально я обязана написать учебные пособия, поэтому я тоже пишу сейчас книгу, но у меня две разделения. Есть попсовая книга – это финансология, которую можно простым языком, а есть учебные пособия, которые вот для высших учебных заведений. Три, получается, цитаты ваши любимые, три принципа жизненных, в которые вы верите. Три цитаты. Ну вот, то есть, самое, наверное, первое из-за того, что финансы – это навыки управления деньгами ценнее, чем наличие денег. Это вот самое важное. Второе – это никогда не сдаваться. И вот третий, как ни странно, я с этого фильма взяла всегда говорить «да». А три человека, которые вас восхищают? Первый – это мой дедушка, который для меня является роль модел. Ну, я пока вижу его только. Три города для жизни в мире. Алматы. Топ-3, да. Да, Алматы, Токио я хочу там жить и в Пухет. Почему Токио? Я обожаю Японию. Это первая страна, в которой… Вот всегда же первый раз пробуешь кофе, и ты помнишь этот вкус этого кофе, да? То есть самое первое, что… И Япония – это была первой страной, которую я посетила вообще в своей жизни. У меня сестра замужем за японца, двоюродная сестра. Живёт в Японии? Она сейчас живёт в Барселоне, но они стабильно вообще живут в Токио, но периодически у него работа такая. В каком году вы были впервые в Японии? В 2009 году. В 2009? Я была в октябре, как раз у неё был фестиваль. Золотая осень. Да. Но там было тепло, и, конечно, Япония ещё, учитывая, когда 2009 год, Казахстан и Япония, это для меня было как будто я пришла в будущее. Я тоже впервые Япония была в 2009, в июле. Да? Да, я тут тоже очень запоминал запомнишься поездки. Вот, я была просто... Какие города посетили-то, да? Я посетила... Ну, я посетила только Токио, ну, и Одаиба, ну, это искусственный такой маленький город. А так я была в Киото. Там экспо находится прямо на этой острове. И... А так вообще в целом я была в Киото. Но Киото осенью... Я никогда не был осенью в Киото, но я видел фотографии, это, по-моему, что волшебно. В Киото я была летом. Вот, кстати, вот в этом летом я снова была в Японии с мужем. А так мы ещё ездили... Вообще я в Японии была три раза на свадьбе сестры. Первый раз, когда я ездила туда. И вот третий раз с мужем. Мы отмечали десятилетие нашего брака. И мой муж тоже очень любит Японию. И мы для себя решили, что город, в котором мы хотели бы жить, это, наверное, была бы Япония. Ну, то есть Токио, но не сам Токио, а есть там префектуры, вот есть Чиба, Нара. Вот таких маленьких городах хотелось бы пожить. Но Япония для меня восхищает своей культурой, дисциплиной. И я, конечно, из-за того, что сейчас политику очень сильно изучаю, я понимаю, что такие страны, как Япония, Сингапур, они достигли этого успеха вообще-то методами диктатуры тоже. Потому что тотальный контроль, вот эта жёсткая дисциплина, раболепие, это всё как раз... Только такими жёсткими методами они могут прийти к такой вот... к результату, который сейчас есть. Мы-то видим другую сторону, видим, ау, как классно и так далее, а не видим обратную сторону. Тем более, когда наши ходалар стали японцы, мы уже... Понимаете, в общем, да, недостатки, да, их? Да. Одна из черт интересных японских, это вот это вот ремесленничество, да, то есть страсть к тому, что ты делаешь, это вот в культ вообще вложено, неважно, что ты делаешь. Ты можешь быть, я не знаю, там, сантехником или учителем истории, но ты это делаешь с такой отдачей, да, то есть ты там ремонтируешь ключи на дороге, но ты видишь прям, что это смысл твоей жизни. Да, и у моего жидежки японца пожизненный контракт, и на свадьбе тост давали его работодателю и работодателю моей сестры. То есть у нас как родители же выходят, и тот выходит первый, говорит, а этот работодатель, у него пожизненный контракт, и мне ещё нравится, вот у них, например, у нас же есть Казахстелеком, у них там Ниппо на телекоммуне или такое, у них есть садик, у них есть школа, у них есть универ этой компании, и он потом в этой компании пожизненно работает. То есть у них прям такая культура. Служение такое. Да, и это всё, ну я беру только, конечно, минусы тоже есть, но мне очень сильно нравится Япония. Топ-3 ресторана в Алматы и в Токио. В Токио любая ромэнная на Кихабара, и вот Ичиран, которые вот ромэнные у них есть. А, ещё обязательно нужно попробовать мороженое грин-ти. Мача, да? Да, да, да. Мача Айсу Хриму. Да, да, да. Вот. И, кстати, вот интересно, они же не произносят букву L. Я помню, в аэропорту я опаздывал, и мне говорили, Дородина, Еремусан, Арматы Сити, Арматы Сити. Что такое Казахстал, Арматы Сити? Да. В Алмате и заведении, кстати, я вот как повара наняли, мы, оказывается, редко ходим, но периодически бывают какие-то заведения, но сейчас не могу сказать. Да. Ну и традиционная у нас есть рубрика «Ваша мечта», но вы уже её озвучили, это стать президентом. Ну и последний вопрос. Один месседж, который вы хотели бы, чтобы зрители запомнили с этой беседы? В первую очередь, конечно же, мы разговаривали очень много про финансы, я бы хотела, чтобы зрители обратили внимание на свои личные семейные финансы, и как бывает же на практике у стран, говорят там год Японии, год Казахстана, сделайте следующий 2024 год, годом финансов, сфокусируйтесь хотя бы один раз в месяц, делайте что-то, что связано с повышением вашей финансовой грамотности. А второе, вот мы сейчас живём в непростое время, я бы хотела призвать казахстанцев к единству, к осознанности, к критическому мышлению, и в таких тяжёлых условиях, внешних, политических, экономических, которые происходят, нам важно очень сильно быть в единстве, и чётко понимать идею Казахстана, к чему она движется, да, быть добрым друг другу, позитивным, это вот, как на казахском скажу, жаман казахмады шықымай, колдап, көмектесіп, колынан алып, алыға умтылған дұрыс болады. Мемлекетте, бірліктің, мағынасы, өте зор. Сол себепті, бәрлі қазақстандықтарға айтаймын деймін, олтқа байланысты емес, сенің, олт бөлінішілік болмау керек. Ең басы, біңізміздің, бірлікті әумізді, әтіншілік әумізді, жәнің, әркінтің әумізді, хадалав, жәнің, жәнің, бағаллаумзгірік. Вот я бы хотела, чтобы мы все думали сейчас про единственное. И вот впервые я задумалась о том, что помните, взрослые всегда говорили, аспанамыз ашыхпоссын. Сколько смысла в этом слове, чтобы у нас небо всегда было открыто. И я бы хотела, чтобы мы эту ценность понимали, ценность того, что имеем, и стремились только к позитивному, к доброму. И вообще, если женщина будет президентом, меньше воин будет. У нас есть традиционный конкурс, о котором мы последовремемся забывать, где гости задают вопросы нашей аудитории. Ну и по возможности, если у него какой-то есть приз, можно за приз, можно без приза, как вам удобно. Расскажите историю своей самой бесполезной покупки или траты в вашем личном или семейном бюджете. И? Ну, то есть я выберу среди комментов и подарю им курс финансологии. Самая бесполезная покупка в вашей жизни.